Сегодня у нас, знаете, волнительная тема, вот волнительная, потому что я впервые буду затрагивать этот аспект, который называется осознанное родительство, и он всегда вызывает очень много стыда, чувства вины, ощущения своей неполноценности, именно как родителя. То есть если раскрывать тему осознанного родительства, будем говорить о том, что мешает нам быть осознанными родителями. Во-первых, что это такое, и как это жить без чувства вины, без стыда, без ощущения своей ущербности, и как не попадаться на удочку своих программ собственных, и за счет наших детей не исцелять свои травмы и не травматизировать наших детей, мы с вами посмотрим в саму глубину этого процесса, и вам может быть больно. Не потому, что вы плохой родитель, и из-за этого не может быть так больно, потому что родительская функция – это быть взрослым. Нам будет больно, потому что мы пойдем в наши детские паттерны, пойдем в наши детские программы, где, будучи маленькой девочкой или маленьким мальчиком, мы для себя решили, что вот когда я вырасту, я буду родителем лучше, чем моя мама и папа вместе взятые. И вот здесь создалась идеализация. Мы сказали, что вот мне не разрешали кушать конфеты там после шести вечера, а я своему ребенку буду разрешать есть все, что он хочет. Или наоборот, вы жили в семье, где у вас было слишком много свободы, которую ребенок воспринимал как, что я никому не интересен, я никому не нужен, им все равно, чем я занимаюсь. И такой ребенок мог сказать, а я вот своему ребенку буду уделять очень-очень много внимания. И у него рождается ребенок, и он начинает этому ребенку уделять много внимания, спрашивать, куда ты уходишь, что ты делаешь, читать ему книжки, очень много с ним общаться. И у этого ребенка, ну он вырастает, у него появляется память, что моя мама или мой папа, они на меня положили очень много своих сил, и своему ребенку я дам больше свободы. И он дает больше свободы своему ребенку, сыну или дочери. Тот воспринимает эту свободу как отсутствие внимания и говорит себе своему ребенку, я буду давать больше внимания. И мы так, знаете, ну через поколение, получается, создаем одни и те же истории. Так ясно? Узнали? И отсюда, из-за того, что вот эти дихотомии все время повторяются, у нас с бабушками и дедушками лучшее отношение, чем с родителями. Потому что бабушки и дедушки автоматически являются носителями тех ценностей, которыми становимся носителями мы. Давайте я еще раз эту мысль повторю. Я по три раза буду какие-то мысли повторять, чтобы вы понимали, как это работает. К примеру, моя мама получила... То есть, ну, не моя, это не обо мне история, я просто пример привожу. К примеру, моя мама получила очень много свободы. Это, может быть, было после войны. У ее матери не было так много внимания и времени для четверых детей. И она, ну, в деревне девочки и мальчики бегают, занимаются чем хотят. Ну, сытый, здоровый, нос теплый, беги дальше. И, к примеру, мама вырастает с какой-то внутренней идеей, что ей не хватило маминого внимания. И она начинает вот эту свою идею, когда говорит, вот, мне не хватило маминого внимания, я вырасту, и я буду своему ребенку уделять больше внимания. И она, например, начинает очень много водить меня по кружкам. Ну, еще раз, это не обо мне история, это просто условная. Водить меня по кружкам, интересоваться моей школьной жизнью, ну, быть в курсе всех моих дел. И чувствовать себя при этом, что вот так надо делать. Она же так решила, она понимает это правильно. И вырастает ребенок, например, я вырастаю с идеей о своей несвободе, и что так делать, ну, нельзя. И своему ребенку я дам больше пространства. И теперь уже мой ребенок бегает, делает, что он хочет, и я только проверяю, ну, поел он или не поел, или я, может быть, в каком-то другом направлении даю ему эту свободу. И он вырастает с идеей, что-то дали мне мало внимания, своим детям я буду снова уделять много внимания. Так понятно? И поскольку я вырастаю с идеей, что надо давать больше свободы, я с любовью смотрю на бабушку, которая эту свободу и дает. И вот так через поколение повторяются паттерны. Так понятно? И отсюда есть эта вот идея, которая называется война поколений, или, ну, там, проблема родителей и детей, ее на самом деле нету. Есть просто неосознанность, когда мы принимаем в детстве некое идеалистическое решение и потом следуем ему. Так понятно? И еще раз, как только вы начинаете задумываться, ну, нужно ли вашему ребенку столько того, чего вы даете, или нужно ли это ребенку... То есть как только вы включаете осознанность, начинаете думать на эту тему, в этот же момент уходит автоматизм, потому что автоматизм работает там, где вы не думаете. Сейчас осознаете, что я вам говорю? Мальчик. Это, знаете, утопическую историю, но я думаю, сейчас ползала будет писать нам отзывы, что это история про меня. Мальчик, и он ушел куда-то гулять с друзьями, и мама не спит полночи, пока он не придет. Она звонит, он сбрасывает, она звонит, он сбрасывает, он приходит, она не спит, она вся в волнении, и она говорит, я все время волновалась, я переживала, я, ну, там, полночи не спала, ждала, когда ты придешь. Он говорит, мама, ну, ложись спать, чего, зачем? Я взрослый мальчик, мне 27 лет. Она говорит, ну, ты же знаешь свою мать, твоя мать волнуется. И она воспринимает это как добродетель свою собственную. И хочет, чтобы ее ребенок был благодарен ей за то, что она волнуется. Можете представить, да, эту историю? И он говорит, мама, мне 27 лет, я живу, например, там, в Киеве или, не знаю, там, в Лондоне. Мы с друзьями, ну, общаемся, у нас там вечеринка, ну, я не нахожусь в какой-то сложной ситуации, это не бандитский Петербург, нету гражданской войны, ну, не убивают на улице, почему ты волнуешься? Но она не думает о том, почему она волнуется, она просто волнуется. Это ее автоматизм, и она в этом автоматизме неосознанно. Стоит ей, ну, включить голову. Я понятно сейчас объясняю? И начать думать, а чего я, собственно, волнуюсь? Парню 27 лет. Ну, презервативы у него есть или нет, он знает, какими пользоваться. Ну, в случае чего, они, ну, они сами этот вопрос решат. Он ко мне за 27 лет никогда не обращался, ну, с вопросом, она забеременела, что делать. Если надо будет жениться, он женится. Чего я переживаю? Его не убьют. В городе спокойно. Там, знаешь, мой сын не наркоман, он не по притонам шляется. Они где-то сидят с ребятами, смотрят чемпионат мира по футболу. Почему я не сплю? Если она начнет задавать себе эти вопросы, от ее тревоги ничего не останется. Потому что за ее тревогой, ну, есть неосознанная привычка, неосознанная идея. Мама так должна себя вести. Она насмотрела с детства фильмов. Она начитала с детства книжек. Она видела, ну, истории, как кто-то так, ну, делал. И посчитала, что так делать нужно, что материнское сердце, вам всем видно мое лицо? Материнское сердце, оно не спит, пока ребенка дома нет. И она думает, что это высшая добродетель. Тогда, в детстве, она это, ну, восприняла, как высшую добродетель. И сейчас она продолжает служить этой высшей добродетели, которая никому не нужна. То есть осознанное родительство – это когда вы начинаете думать о том, что вы несете детям. И что, ну, и что между вами вообще проистекает. Итак, первая преграда, которая есть на пути к осознанному родительству – это паттерн или идеализация, которая была нами сформирована в детском возрасте. Ну, там, скажем, до 15 лет она была сформирована. Мы смотрели на своих родителей, на маму, папу, бабушку и дедушку, и на основе их поведения заключали, как надо или как не надо себя вести, чтобы ребенку, то есть мне, было хорошо. Например, история теперь будет обо мне, потому что тут я уже какую-то свою могу вспомнить. Я сижу, смотрю какую-нибудь передачу или кино, и моя мама приходит и приносит мне большую чашку какао. «Мама кто? Молодец! Мама молодец! Так вести себя надо!» И я в своей там голове ставлю, хорошая мама приносит своему ребенку, ну, вкусненькое, тогда он смотрит. Если вы спросите двух моих детей, которые здесь вращаются сейчас, ну, в орбите этой квартиры, то они вам, ну, постесняются, они скажут, их это очень удивляет, я очень самостоятельная мама, которая их учит все делать, ну, самих, но когда они смотрят кино или заняты в компе, каким-то странным образом оказывается мисочка с фруктами, что-нибудь вкусненькое оказывается возле них. И для меня, то есть, когда я это не осознаю, я просто это, ну, как-то, ну, так случается. Как-то мне захотелось, и мне приятно, потому что у меня там же стоит плюсик, когда я так делаю, я, мне хорошо. А то, что, может быть, у моих детей сейчас такого ужаса и такого размера, когнитивный диссонанс, может быть, я сейчас так навредила их личной жизни или их, не знаю, взрослению, потому что я сейчас делала это не для них, я делала это даже не для наших с ними отношений, а я, чтобы внутри себе поставить галочку, плюсик. Какая же я хорошая мама, у меня выделяется много дофамина. И я такая... И я говорю, тебе приятно? Понятно, что, ну, ребенок, если ему принесли, не знаю, там, малину, которую он любит, он скажет, да, да, спасибо. Но у него внутри удивление. А зачем ты это делаешь? Я взрослый, у меня есть руки-ноги, я только что бегал вниз, хотел попить воды. То почему малина оказалась у меня? Ну, что это? Знаете, это какое-то нелогичное мамоповедение. И у ребенка, когда оно нелогично, у него не появляется благодарность. Так понятно? Знакомая? И мы это будем... Поскольку мы это не осознаем, мы будем говорить, дети неблагодарные, я столько для них делаю, а они... Идет три точки, или, ну, а они вообще не ценят. Так вот, когда ребенок не ценит, вы можете себе абсолютно спокойно, честно признаться, вы делали не для него. У него поэтому нету благодарности, что вы делали не ему. Ясно? Знакомая история? Можете вспоминать, как вы это делали, что-то ради себя? Я приведу дурацкие примеры про хороших мам и пап. Ну, я про мам больше, но мужчины свои истории расскажите. Первое сентября он идет в галстуке, в отглаженной рубашке, в чуть ли не лакированных туфлях, у спинджаке с карманами. И мама ему говорит, цветы возьми. Мама, я не возьму цветы. Возьми, ты должен взять цветы, ты должен подарить учительнице. И он идет с этими цветами, ненавидит себя, маму и весь мир, потому что он как девчонка с цветами прется. Десятилетний мужик, или там 12-летний лось, несет эти цветы. Блин, стыдоба какая! Но поскольку мама идет рядом, то надо 10-ти турацкие цветы. А если мама рядом нету, то она перезвонит учительнице и спросит, ну что, мой девочка подарил вам? Вам понравился букет? Эта мама сейчас только что заработала самой себе пару баллов. Какая я хорошая мать! И цветы заранее купила, и рубашечку погладила. Нормальный для вас пример? Есть ваши истории? Юр, включай свет. Почитаю. Можно я сразу прочитывал вопросы? Сейчас я узнаю, что у народа. Итак, ваши истории о том, когда вы делали для себя. У меня сын ходил целый год на велончей. Сын ходил целый год на велончей. Следующий, вторник, он ее отдает. Он ее в этот понедельник потерял. Виолончей стоит 3000 евро. И я как-то думала, как же ты ее потерял? Она такая огромная. И я додумала спросить, ты больше не хочешь играть? Он сказал, нет. Я не хочу больше играть. Я хочу на удар. Сдает виолончей и писает ему удар. Барабаны, фу. Это я просто так, какая там идеализация. Нет, я пока не знаю, как это по звуку будет. Ему придется жить дома, тренироваться. То есть я любой инструмент могла представить, кроме чисто по звуку соседей. То есть для тебя было сладко быть мамой ребенка, которого ты водишь в музыкальную школу. Ну, видно, да. Смотрите, вам очень будет здорово, если вы признаете себе, я мама отличная, я мама, у меня девочка красавица. То есть это ваши идеализации. Ой, у меня такой умный ребенок. То есть вы там внутри себе создали эти идеализации, и когда эта идеализация подтверждается, вы счастливы. Не ребенок. Это вообще не о нем. Это ваша картинка. И когда вы в эту картинку попадаете, то есть хоть каким-то образом, в этот момент... Еще раз. Это не имеет никакого отношения к жизни. Это не имеет никакого отношения к вам. Это не имеет, естественно, отношения к вашему материнству. Это не имеет отношения к вашим детям. Но в этот момент той вашей части, которая вечно о себе думает, что я не очень хорошая, в этот момент ей становится немножко легче. На пару минут она такая успокаивается. Я хорошая мама. Все-таки я хорошая мама. А потом снова начинается качель. Нет, все-таки плохая. Потому что вы не можете быть все время в идеализации выдуманной картинки. Во-первых, она выдуманная. Во-вторых, она не точная. Там нету очень многих реакций, очень многих нету историй. Знаете, когда на детской психологии наш профессор расспрашивал у женщин, что самое ужасное с вами случилось, когда вы стали мамой. И вот очень многие женщины говорили, что самое ужасное – это были роды. Потому что это было очень грязно, очень больно было. То есть я, конечно, знала, что это больно, но и, короче, это был разрыв шаблонов. Я себе это не так представляла. Но большинство рассказали истории, как было жутко измазаться в какашках своего ребенка. Вот это был такой разрыв шаблонов, потому что там в голове, в этой идеализации, как я буду мамой, и у меня будет чудесная девочка. Там были бантики, там была сосочка, там были красивые костюмчики, но там совершенно не было больного живота, того, что ребенок обкакается, и вы будете вся грязная или вся ванная будет забрызгана. Я понятно сейчас рассказываю? Вот девчонки делились, как у них рушились их идеалы, и вот рассказывали историю одну смешнее. Ну, знаете, смешнее, потому что жизнь, она про все. А в идеализации все очень искусственное, возвышенное. Вы сейчас понимаете, о чем я? В идеализации есть и в партнерских отношениях, есть идеализация жизни, есть идеализация своей внешности, есть идеализация, сколько я должен зарабатывать, какая должна быть моя работа. И там есть только красивые, вкусные моменты, искусственные чаще всего. И там, естественно, нету каких-то промахов, ошибок, прозы, рутины, и, естественно, там нету грязи. Бывают идеализации со знаком минус, но даже со знаком минус они все равно не настоящие. Ну, то есть, знаете, никогда, девочки, никогда нельзя ездить с ребенком, вдвоем отдыхать, что бы такое придумать, в Бату. Ой, девочки, вы когда-то были? Нет. Но там вообще, знаете, это невозможно. Я вот как представлю, как ужасно там этот отдых, до моря, там идти, там эта галька, ребенок, там на этой гальке все собаки писают и какают. Это негативные идеализации. Все с ними знакомы? Правда, тоже не такая. Но мы сейчас с вами говорим, ну, больше о красивых идеализациях, которые, от которых страдают наши дети. Даже не так, не дети, но страдают наши партнерские отношения с детьми. Вторая тема, которая связана с осознанным родительством, это то, что внутри у нас, у всех находится наш внутренний ребенок. И этот внутренний ребенок в детстве недополучил что-то. Ну, понятно, что очень многое недополучило. Все понимают? Природа внутреннего ребенка, ну, быть обиженным, расстроенным, то есть он есть у всех, он всегда, ну, чем-то недоволен. И если вы идете на поводу, ведетесь на поводу своего внутреннего ребенка, то есть вы вечно, ну, на кого-то обижены, обижены на мир, обижены, не знаю, там, на мужа, на детей. Ну, то есть все не так, все могло бы быть получше. То есть в психологии есть такой хороший месседж, что ребенок всегда видит то, чего ему не додали, а взрослый всегда видит то, ну, что у него есть. Ну, то есть он видит ресурсы, а ребенок видит, ну, недостачу ресурсов. И если вы в какой-то ситуации видите нехватку ресурсов, то вы находитесь в позиции ребенка. Нормальное определение? Все, ну, осознали. У меня ничего не получится, я денег никогда не заработаю. Это ребенок думает. Взрослый думает, как заработать. То есть какие у меня есть качества, чтобы я мог соединить, да с чем внутри себя соединить этот внешний мир, чтобы я мог заработать. И ребенок думает, ну, у меня нет образования, у меня нет, не знаю, там, нужных денег, нужных знаний, у меня нет вот этого, вот этого, и денег я не заработаю. Так ясно, про уценивого ребенка? Скажите, да или нет? Так вот, взрослый человек, реально взрослый человек, у него есть задача быть в контакте со своим внутренним ребенком и его исцелять все время. То есть работать с ним, исцелять его, слушать его потребности, иногда делать то, что он просит, иногда, ну, сублимировать это, но всегда быть в контакте со своей вот этой детской частью. Она отвечает за то, что, ну, вот как раз ворчать, плакать, желать, вот хотеть. Но мы не привыкли это делать. То есть мы выросли физически, но не выросли психологически. И мы ждем, что другие люди будут нам, ну, удовлетворять наши желания. И поэтому так много обид там на мужа, на детей, на, ну, на компанию, на шепа, на сотрудников. Так ясно? А теперь смотрите. Случилось нечто. Вы родили ребенка. Барабанная дробь такая. Не дай Господь, вы родили ребенка своего пола. Ну, понятно, что не ты родил, твоя жена родила, но мальчика. Понятно, что девчонки, которые родили мальчика, ну, это те, кто просто отодвинули на пару лет трэш, который начнется у них, когда они родят девочку. Понятно, почему? Потому что в моей голове, ну, у женщины, у меня есть опыт отношения девочка и мама. И когда у меня родилась девочка, а у меня уже был сыну 14 лет, я уже была таким опытным бойцом, как мама, я уже думала, что я знаю про это все. Я ничего не знала. У меня включилась, включились программы. То есть до этого я была мамой мальчика и могла фотографировать только опыт своей бабушки в отношении моего папы, там, каких-то моих бабушек в отношении моего дяди, там, каких-то моих тетей-дядей в отношении моих двоюродных братьев. То есть у меня был только, ну, такой чужой опыт. Но, представляете, когда родилась девочка, и я стала мамой девочки. До этого я была девочкой, у которой была мать. И у меня была к маме куча претензий. И в этот момент я становлюсь на это место в своей психике. И вот оно лежит маленькое, хочет кушать, а у меня куча никаких-то непонятных чувств. Вау! Море непонятных чувств. И пока я вот здесь не вычистила эти чувства, я всё время пыталась своему ребёнку и пытаюсь до сих пор дать то, что не дала мне моя мама. То есть всё, что я как ребёнок говорила в претензии, мама, ты не дала мне это, это, это. Ну, там, мама и папа, вы мне не сделали это, вы мне не сделали это, тут у меня не было вот этого и вот этого. Я это всё начинаю отдавать своему ребёнку, а ему это не надо, он это не просит. Ему не надо столько книжек. Сейчас вы просто поймёте, о чём я. Ему не надо столько кукол. Это вы были в дефиците. И вы свой дефицит внутри себя исцеляете за счёт своего ребёнка. Вы ему, бедному, народ переглядывается, бедному начинаете покупать или давать то, что не дали вам. Ты пойдёшь на айкидо для папы и пойдёшь на танцы для мамы. Так друзья мои говорили, их дочки. Ребёнок хочет, чтобы родители были счастливы, и он идёт. И он привыкает чувствовать, брать не то, что он хочет, а брать то, что ему дают. Слышите меня, как это важно? Какая подмена? Потому что, когда я несу своему ребёнку, к примеру, книжку с картинками такого-то потрясающего издательства, где эти картинки объёмные, что-то там вынимается, я несу свои... Это я рассказываю реальную мою историю. Я несу... У меня были такие книжки, которые, знаете, переворачиваешь страничку, и там поднималась, у меня была такая золушка и красная шапочка, но они были старые. Уже мы их клеили, переклеивали, какие-то вкладки потерялись. То есть у меня осталось на всю жизнь ощущение, что я не досмотрелась на этих книжек. Уже я своему ребёнку накупила этих книжек, оно ему не нужно. Почему вы не радуетесь? Почему вы несчастливы? Я была бы, мы говорим, искренне так говорим, я на седьмом бы небе была, если бы мне дали, и перечисляем то, что мы купили или сделали, не для ребёнка, а для самого себя. Дурацкая история. Сегодня дурацкая была история. Ну что, ты довольна? 10Х. Да, но я хотела 8 красный. Я говорю, слушай, так я посмотрела 8 и 10, но в одной и той же цене. Он говорит, ну я же хотела красный 8. Я говорю, так что, мы меняем? Он говорит, нет, нет, ну не меняем. Меня попросили, дочка попросила 8 айфон. Красного цвета. Я же сделала лучше. Я говорю, ты же просила. Говорит, я не просила. Я говорю, просила. И потом понимаю, блин, она не просила. Она смотрела на мой и говорила, что он классный, но она точно, она брала его пофотографировать, но она точно не просила. Я только что сделала подарок себе. И в смысле тот айфон? Ну этот я купила себе взрослой. А это я ей купила, знаете, как вот если бы мне в 15 лет мама купила бы магнитофон или что там было, кассетник. Не помню, что там такое в наше время было, ну крутое. Но это было что-то крутое. Я что-то хотела купить себе крутое. Той маленькой, 15-летней Дине. Ясно о чем мы? И они снова неблагодарны. И мы снова к ним с претензиями. Но как только мы обнаруживаем, что между нами нет контакта, они неблагодарны, они нам не рады, они с нами не разговаривают. А в этот момент осознайте, вы не с ними говорите. Вы сейчас разговариваете, но со своей детской частью. Так ясно, чем я? Это интересно для вас? Это для вас узнаваемо? Да. Идем дальше. Есть еще один персонаж внутри нас. на тренинг, на коучинге. Я год веду такую программу коучинга, группового коучинга. Там 12 девочек, группа, мы с ними работаем, у них свои результаты. Потом следующая группа, вот уже сейчас шестая группа. завтра будет первое занятие. И я там рассказываю, девочка, на очень многих группах я рассказываю эту тему, что внутри у нас есть злобный свин. Злобный свин – это маленький травмированный ребенок наших родителей. И когда наш большой папа и наша большая мама оказывались в жизненной ситуации, когда их ребенок пугался, ребенок внутренних пугался, они начинали нас зомбировать, запугивать. Именно их внутренний ребенок разговаривал с нами языком угроз, запугиваний. Так понятно? Я расскажу историю. Это точно история. По своей природе я создатель хаоса. Я очень люблю, когда порядок, но я всю жизнь учусь наводить порядок. То есть у меня нету внутри такой встроенного механизма, как у некоторых людей, которые могут поесть, встать, помыть посуду и чувствовать себя при этом естественно. Для меня встать после еды и вымыть посуду это акт осознанности. Понятно объясню? То есть это не встроенная внутрь меня техника. то есть быть аккуратной, быть там структурной, быть системной. есть люди, есть люди, у которых эта функция встроена. Но я росла с отцом, у которого эта функция встроена. И он как раз для него было естественно встать из-за стола, убрать крошки, поставить посуду в мойку, вымыть ее, вытереть, и после этого вытереть руки и спокойно уйти. И, конечно, он от меня это все время требовал. И когда я так не делала или была несовершенна в этих действиях, он внутри себя очень пугался. Вот сейчас слушайте. Я не слышала его испуга. Я вам сейчас говорю сегодня, будучи взрослым человеком, психологом, я говорю, что он пугался. А я слышала такое. Мой папа становился очень грозным и говорил, если ты будешь такой днеряхой, ты никогда не выйдешь замуж. Я не женился. Мне очень нравилась одна девочка, но я на ней не женился, когда я увидел, какой у нее беспорядок в квартире. Я на ней не женился, мне это не понравилось, и на тебе никто не женится. Я сейчас понятно объясняю? Для него это была зона травмы. Для него он вырос, наверное, у мамы, которая тоже поддерживала порядок естественным образом. И для него не поддерживать порядок или не соблюдать чистоту, ему становилось от этого страшно, некомфортно. То есть это, ну, боже, это же ужасно. Ну, никто замуж не возьмет. Или там, ну, это же можно от этого умереть. Он пугался. И из этого испуга говорил мне вот эти истории. Я слышу, что мой папа мне говорит, что если я не буду наводить порядок, если я не буду аккуратной, меня замуж никто не возьмет. А замуж я хочу. Я девочка, у которой внутри есть метроманиальные наклонности. Вот эти у меня наклонности внутри есть. Быть в партнерских отношениях я хочу. Это вшито у меня. Вы понимаете, что я сейчас рассказываю? И кем я становлюсь? Я становлюсь фанатиком уборки. И что я делаю со своими детьми? Я их дрессирую. У меня в этой зоне очень много напряжения. Потому что у меня страх идет тот, который меня заразил еще мой отец. И я не слышу своего страха. Я слышу, что как только я наведу порядок, я внутри себя слышу. Хорошая девочка, молодец. Вот такой голос, который меня хвалит. И я могу хотеть спать и при этом наводить порядок. Я могу куда-то торопиться. Не надо поухаживать за собой, а я еще навожу порядок в комнате. И, кстати, я же это детям своим в такой же форме, в такой же жесткой, как мне это дали. Здесь есть осознанность? Ноль. От того, что я их прессую, от того, что я их подозреваю, что они не помылись, ну, они или он. А ты помылся перед сном? А полотенце-то сухое. Я понюхаю руки, да? Да, вот это я не... Хорошая идея. Здесь есть осознанность? Нет. Нужен порядок? Я считаю, что нужен. Нужно ли из этого делать трагедию? Я считаю, что нет. Нужно ли внушать своим детям, что они несовершенны, что они плохие, если они... Ну, если у них это не встроено? Нет. Нужно их учить? Нужно. В первую очередь, учат примером. Но если я это делаю не из любви, если я делаю это, ну, насилуя себя, ребенок слышит и всегда повторяет только те действия, которые родитель делает с любовью. И он не будет повторять те действия родителя, которые тот делает, ну, из напряжения, из надо. Вот это еще третья тема об осознанном родительстве. Но пока эта тема о неосознанном. О том, как, каким образом мы не находимся в контакте с ребенком. Юра, там были вопросы? Здесь вопросы можно я? Да. Спасибо большое. Я очень много покупаю своему ребенку. И меня тоже много покупали. Это тогда из страха получается. Спроси себя, когда ты ему покупаешь, он просил это? Да. Ну, мне кажется, что... Ну, он если не просит, я все равно покупаю. Но он и просит часто, практически каждый день. И каждый день я ему все это покупаю. Что он делает с этой игрушкой? Ну, он играет все какое-то время. Один делает? Ну, один день. Он каждый день надо покупать. А я боль. Смотрите, я хотела бы сейчас из этого вопроса перейти как раз в очень, ну, в очень важную тему. Вот. Можно еще вопрос в ваших... Нет, сейчас... Мне надо... Я отвечу отдельно. Ты задашь, я расскажу. Хорошо? Потому что сейчас я... Мне надо вот из этого вопроса открыть очень важную тему. в теме осознанного родительства. В теме осознанного родительства присутствует одна очень болезненная правда. мы практически не можем быть в контакте с нашими детьми. то есть просто сидеть с ним. Просто быть с ним. Просто расслабиться и радоваться. Ну, потому что, когда мы сидим рядом с ребенком, просто в контакте с ребенком, слушаем, о чем он говорит, отвечаем ему на вопрос, вместе с ним смотрим какое-то кино. Но в этот момент количество стресса внутри нас должно резко упасть. Потому что его вибрации выше наших намного. И мы не в состоянии больше прятаться от того, от той боли, которая есть внутри нас. Когда мы находимся рядом с ребенком, мы начинаем чувствовать ту боль внутреннего ребенка, которая есть внутри нас. Я сейчас понятна это? Нам рядом с ребенком плохо. Мы в обморок падаем. Это правда. Это то, что все боятся говорить друг с другом. Это то, что является темой, знаете, ну, если психолог работает с женщиной, которая пришла поговорить про своего малыша, она рассказывает о проблемах, что малыш плохо ест, плохо спит и то и сё. Требуется очень много времени для терапии, чтобы женщина решилась признаться, что у нее не течет к ребенку. Я вот мама, но от меня к ребенку не течет любовь. Я испытываю страх. Я испытываю раздражение рядом с ним. Я испытываю, ну, внутри меня сухо. Я испытываю боль. Не знаю, я падаю в обморок, я засыпаю, я хочу спать. Вот мужчины очень часто говорят, ну, я хочу спать. Я хочу спать. То есть мы встречаемся, ну, поскольку ребенок, ну, это, он экстраполирует нам нашего внутреннего ребенка, рядом с ним мы встречаемся со своей глубокой детской травмой. И признаться в себе, что я сейчас не мама или не папа, а раненый ребенок, это надо иметь, ну, надо иметь эти знания. Мы же не знаем, что мы, мы же думаем, что как родитель я должен быть безупречен, но всегда, ну, на боевом посту, всегда знать все ответы на вопросы, всегда правильно поступать. Мы не знаем, что, что то, что происходит у нас рядом с, ну, с ребенком, это естественное состояние. Нам потому и говорят в эзотерике, что наши дети, наши учителя, потому что рядом с ним вы встретите только одно, вы встретите свою травму, своего больного ребенка, свою травмированную часть, которая хочет быть исцелена. И если мы можем быть в этот момент осознанны по отношению к самому себе и чувствовать, что у меня сонливость, у меня раздражительность, я испытываю сейчас к ребенку ненависть или я испытываю злость или раздражение, или я почему-то чувствую, что я обижена на своего ребенка, то вы можете понимать, дело сейчас совершенно не в вашем ребенке. Вы не на него злитесь, не на него вы обижены, не к нему вы равнодушны, не к нему это не течет. Это не имеет отношения сейчас к ребенку. Это сейчас ваш внутренний, ну, малыш имеет возможность соприкоснуться с вами. Это на вас он обижен, это на вас он злится, ну, то есть он по-детски злится на свою маму, на сегодня это о вас, потому что вы не уделяете внимания самому себе. Так я понятно объясняю? И вот это мы не можем выдержать, Аня, и поэтому мы не идем в контакт с ребенком, а мы отдариваемся, откупаемся, отводим на кружки, приводим нянь, хотим, чтобы он поскорее уснул, смотрел мультики, только чтобы он с нами не контактировал, и мы не чувствовали, как нам сейчас больно. Вот это о чем. И это не про то, чтобы этого стыдиться. Вот откуда у нас идея, что мы плохая мама или папа, потому что рядом с ребенком мы начинаем, ну, чувствовать вместо обещанной идеализации великой любви, мы начинаем, ну, мы чувствуем рядом с ним раздражение или гнев. Но когда он засыпает, такое счастье, да, даже не потому, что он уснул, то есть, во-первых, счастье, что он уснул, он перестал с нами контактировать, но если он спит, многие из вас знают это прекрасное состояние, когда он спит, он не хочет к маме, он не хочет никакого общения, он сейчас в гармонии, в этот момент мы его очень любим. Только в этот момент мы можем чувствовать любовь. И мы думаем, «Осподи, как я люблю, чтобы он спал!» Мы не любим, чтобы он спал. Просто в этот момент он не ищет маму, он там сгармонизирован внутри себя. Он, как только он засыпает, он попадает в животик к маме, ну, в своем сне, мы все туда уходим. И поэтому он так прекрасен для нас, потому что в этот момент мы соединяемся с той нашей частью, которая лежит в животике у мамы и еще не знает боли. Так понятно? То есть мы опять не про него. Мы не его сейчас любим. Но мы в этот момент в гармонии. То есть наш внутренний ребенок в этот момент в животике у мамы, в гармонии, и мы такие... Прямо когда он... Спит или она спит, я прямо вот... Вот прямо... Открою дверь, посмотри так хорошо, и там сяду. Ну, у каждой из вас есть эта история. И сегодня, когда в мире так много фотографий, и мне мамочки присылают фотографии своих детей, самая лучшая фотография, которую они присылают, это как он спит, этот ребенок. Потому что у меня женщины чувствуют, ну, больше у меня клиентки, больше женщины, они чувствуют свое счастье. Понимаете, насколько это у вас все время? Поэтому счастливый родитель, это главный тезис осознанного родительства, счастливый родитель – это здоровый родитель. Это тот родитель, у которого, ну, существует хорошая доля здорового эгоизма, который не служит своему ребенку, но и не использует своего ребенка для удовлетворения, ну, своих, ну, амбиций и потребностей. Это тот, кто может быть в таком духовном балансе, осознавать свои потребности, осознавать потребности ребенка и, ну, находить мост, потому что я взрослый человек, я могу, ну, это соединить. Я хочу, ну, я знаю, что сейчас обед, ребенок хочет кушать, я как мама хочу накормить ребенка, потому что у меня есть, ну, какая-то, ну, ответственность за моего ребенка, и у меня есть много контакта. У меня нету программы накормить ребенка, потому что я хорошая мама. У меня есть осознанность. Да, ребенок, ну, я как мать должна следить за то, чтобы мой ребенок хорошо питался. Отлично. У меня есть потребность, чтобы мой ребенок был сыт, и я была здесь удовлетворена. Вот он кушает, я могу, ну, контактировать со своим ребенком и видеть, что ему нравится, что ему не нравится, сколько он сегодня, ну, должен съесть. Не впихивать в него, потому что он должен съесть энное количество витаминов и антиоксидантов. А что, смотри, творожочек ел, потом пюрешечку морковную, ну, свежую ел, морковку, этот, яблочко перетертое ел и ел тевтельку. Все, все витамины получил. А ему было вкусно. Он получил от этого удовольствие. Он сыт. Это не мой вопрос. Я вложила энное количество грамм еды в живот. Как мать выполнила план. Ко мне претензии к пуговицам есть? Нет? Все, нужное количество. А то, что потом будет булимия или анорексия, потому что я заставляла ребенка есть то, что он не хочет, или с той скоростью, которая его не устраивала, я об этом здесь не могу думать, потому что я хорошая мать. Какие-ка мне вопросы? Я все сделала правильно. Теперь твой вопрос. А может быть, это противно вам? Вы говорите, что вас заставляли в порядке? А может быть, что меня заставляли и не говорили, что я умеешь чистить перерыву, и вот мы тебя замуж не возьмем? И я сказала, что я никогда не буду чистить перерыву. Это тоже, да? Это так. Это просто только по-праку. Когда мы... У меня очень много есть тренингов, мастер-классов о отношениях с родителями. Потому что отношения с родителями – это программа, по которой человек будет жить. И если, например, папа – это финансы, мама – здоровье, мама – партнерские отношения, папа – успех в социуме, умение выражать свои мысли – это отец, и умение нравиться людям – это мама. То есть все навыки, которыми вы в жизни будете обладать, все траблы, в которые вы в жизни будете попадать, и все удачи, которые... Кстати, удача и везение, и чтобы все в жизни было легко – это тоже все про маму. Умение знакомиться с нужными людьми – папа. Умение нравиться людям, которые могут решить вашу судьбу – мама. То есть вот все аспекты в жизни, с которыми вы сталкиваетесь или можете сталкиваться, они связаны с родителями – все. То есть с мамой или с папой. Так вот, в психологии у нас есть такой термин, мы говорим «мама минус мама». Это значит, что в своем формировании портрета ты не будешь идти за рамки тех программ, которые тебе дали родители. Твой выбор только в том, чтобы сказать, что это хорошо, я с этим согласна, или может быть, это хорошо, но я с этим не согласна. Или я считаю, что это плохо. Например, мама курит, и мальчик говорит «курить плохо, и моя жена не будет никогда курить». Ну, минус мама. А у кого-то мама курит, и мальчик говорит «мамы курят, и это хорошо, и моя жена будет курить». И вот таким образом мы формируем свои портреты. Папа был среднего роста, это мне не нравилось, значит, мне нужен высокий. Папа был среднего роста, и мне это нравилось, значит, у меня будет мужчина среднего роста. И так далее. То есть вы даже не представляете, насколько, неправильно говорить, вы – мы, насколько мы обусловлены. То есть мы даже не представляем, что может быть другой мир. он может быть или таким, или прямо противоположным. И в этом… Давайте я так немножко отодвинусь. А кто-то был на моих тренингах про родителей? Я была. Ну да, ты была. Была. Да, ну конечно, ты на всём уже была. Не хочется, знаете, уходить из темы родительства, то есть детских, ну детско-родительских отношений, но если я это не скажу, вы эту картину, ну вот просто не сможете понять. Слушайте внимательно. Вы приходите в компанию работать? То есть на кого-то? Компания – это мама. Вот какие у вас есть представления о маме, так вы будете воспринимать свою компанию, в которой вы работаете. К примеру, ваша мама была… Считайте, что бы вы ни говорили мне, какая ваша мама, я вам поверю тогда, когда вы мне расскажете, какая у вас компания. Потому что про маму вы расскажете какие-то сознательные программы, а когда вы будете говорить о компании, в которой вы работаете, вы скажете правду. Так понятно? Чаще всего мне говорят, ой, да у меня с мамой нормальные отношения, ну не очень близкие, ну мы просто живем в разных городах, к примеру. Я говорю, отлично, а как с работой? Она говорит, работа, у меня эта работа просто ад. Работа – ад. Знаете, я куда ни приду, меня везде эксплуатируют, меня везде кидают, подставляют. Я говорю, да, ну такое… Она говорит, ну такое время, понимаете, ну такое время. И человек живет, понимаете, родители настолько нас обуславливают, что мы не можем видеть другую картину реальности. Мы слушаем про другого и говорим, ну везет тебе. А мы из этого кино не можем выйти, потому что мы, ну, обусловлены родителями. Ясно? И она рассказывает, ну, уже столько лет в бизнесе, ну, меня, со мной всегда так. Я работаю, все плоды, я вот реальная история, я работаю, все плоды достаются моему шефу. У нас есть генеральный, а есть мой непосредственный шеф. Все ему достается. Я говорю, слушай, а вот как у тебя с братом вот было отношение, мама с братом? Она говорит, слушай, ну вот похоже, похоже. То есть я была старшая, брат младший, мама говорила нам, уберете в квартире к моему приходу. Понятно, что он ничего не делал, я его заставляла, ну, то есть я бы быстрее сама сделала, и мне было проще там, ну, все сделать, а он только мусор выбрасывал. И я уже его прямо, ну, к приходу мамы, там, чуть ли не, ну, не грязная тряпка, иди выброси мусор со скандалом. Вот мама приходила, видела его несущего мусора и говорила, боже, какие вы у меня молодцы, вы моя надежда и опора. И преференции доставались нам обоим, но поскольку я девочка и я старше, то, конечно, больше всего, ну, мама была счастлива за младшего, хозяйственный, какой он молодец. Она говорит, вот у меня это все повторяется. Этот инсайт, боже, это же об этом же. Или она говорит, у меня есть коллега, она вечно опаздывает на работу, да, и если я хотя бы на две минуты задержусь, меня обязательно, ну, вот, обязательно, ну, в этот день шеф приедет на работу. Это, знаете, как дважды два. И скажет, странно там, уже восемь часов и шесть минут, а вы еще не начали. А моя коллега, она приходит и в одиннадцать порой. Ее никто не ловит, а если она заходит и говорит, ну, она заходит там с какой-нибудь папочкой и сумочкой, то есть она вынимает, она говорит, из сумки папку и говорит, вот отчет доделала. И говорит, да, да, молодец, там, ну, принесла. Ее не замечают, она может прийти на сорок минут, на час, на два позже, ее как будто бы не видят, а меня, ну, а у меня все огрехи видят. Я говорю, а как у тебя было, ну, в твоей семье? У тебя была сестра, брат, ну, у тебя был кто-то? Она говорит, у меня, ну, был отчим и у него была его дочка. И у меня была, ну, моя мама, и он был, ну, богатый, успешный, ну, мужчина, и ей было все можно, а мне было все нельзя. И я даже не уверена, что так было на самом деле, но так в ее детском восприятии сложилось, и теперь она эту историю везде видит. Так ясно? И вторая новость, если вы где-то шеф, то все ваши подчиненные, это будут ваши дети. То есть вот как вы ведете себя со своими подчиненными, а? Да, это ваш внутренний ребенок, который должен доделывать, Аня, все дела до конца. Когда я понимаю, что вот, а все, что Аня мне говорит, ой, я забыла, это отвечает мой внутренний ребенок. Я могу, ну, можно в кино ходить, можно в кино ходить, я вижу, как ведет себя мой внутренний ребенок, потому как ведет себя мои, ну, мои подчиненные. Так ясно? Все его саботажи, там, все его, да-да-да, ой, я тебя так люблю, Дианочка. Вот это все мой внутренний ребенок. И у меня может быть, ну, не хватит чувства юмора, чтобы это видеть, но если его хватает, ну, то я, да, то Аня еще жива, и я могу тогда что-то исцелять. Я понятно объясняю? Так вот, ваши дети, вы больше всего видите в своих, ну, детях свое отражение. И если вам не нравится то, что вы видите, не трогайте детей. Идите вначале внутрь себя, исцелите свои, ну, свои отношения со своим ценим ребенком, дайте ему то, что ему нужно. А ему нужно две вещи, одновременно две вещи. Ему нужна дисциплина и любовь. Если есть любовь без дисциплины, то ваш внутренний ребенок сядет вам на голову. Если есть только дисциплина и нет любви, то ваш внутренний ребенок будет очень огорчен. Ну, он будет, может быть, трудолюбивый, но он будет без энергии и очень несчастный. И я приглашаю вас на мой коучинг «Гармоничные отношения». Я хочу рассказать, что лежит в основе этого коучинга. Он длится девять недель. Это очень глубокое погружение в наши отношения с мамой, с папой, с детьми, с братьями, с сестрами, с целями, с жизнью, с самим собой. Эти девять аспектов, которые мы исцеляем на гармоничных отношениях, они имеют влияние на нашу реальную жизнь. То есть, казалось бы, «Где я и друзья моего детства?» Или «Где я и моя сестра, с которой я потеряла давно связь, моя родная сестра, я с ней не дружу, не вижу, не общаюсь». Но когда мы заходим в этот коучинг, я глубоко и подробно на каждой сессии рассказываю такие глубокие, важные моменты из того, как формирована наша психика, отношения с братьями и сестрами проецируются потом на отношениях с партнером, с партнерами по бизнесу, с ощущением «Я одиночка» или «Я командный игрок?» Умение быть в коллективе, умение быть в команде, умение говорить «Да», умение проявлять себя в мире, не игнорируя свои интересы и не давя других. И это все сформировано нашими отношениями с братьями и сестрами. И вот каждая сессия я использую очень глубокие практики. Я специально искала, что же может помочь исцелить отношения с мамой, какая одна глубочайшая тема позволит исцелить все наши обиды, претензии, позволит быть противовесом нашему нежеланию с ней общаться, что же такое сможет, может жить в моей психике, что будет потом питать меня долго. Что же такое в отношении с отцом? Что же такое в отношении с родом? Я нашла все это, и мы пробуждаем огромные, мощные энергетические артерии, глубочайшие пласты нашей психики, которые позволяют нам менять внешний мир. Каждый день ребята делают практики, очень много общения, очень много коммуникации, живой чат. Невероятные инсайты. Исцеление происходит не через 9 недель, они происходят тут же. Мне много пишут в личку, ребята много пишут друг другу, рассказывают о том, что невероятное происходит с моим внешним миром. Мне пишут об этом в чате, поддерживают, рассказывают, сколько людей вышло замуж там, сколько исцелило отношения с братьями и сестрами. у кого-то я объясняла, как формируются деньги, потому что нету психики денег. Я знаю эту тему вдоль и поперек. Психики нету денег. У нее есть отношения с богатством, с изобилием, с разрешением быть лучше, чем другие, но денег психики нету. Но оно есть опосредованно через отношения с близкими для нас людьми. Точно так же молодость, красота, сексуальность, замужество. Это тоже комбинация различных отношений внутри нашей психики. И я учу сама исцелять эти отношения. Вот это гармоничное отношение. И вам туда может быть очень надо. Сто процентов это нужно тем, кто хочет изнутри поменять и научиться влиять на внешний мир. Без всякого волшебства, хотя там столько магии. И когда вы туда даете внимание, и туда даете и задание, и туда даете исцеление, в этот момент маска спадает, фильтр спадает, и я могу видеть своего ребенка. и я могу слушать, что он мне говорит. Оставаясь в контакте со своими чувствами, я могу слышать своего ребенка. И понимаете, в чем хорошая новость? Везде, где был ваш ребенок, вы уже были. То есть, может быть, не может быть, конечно, мы с вами не были женщины, мы не были мальчиками. И когда у мальчика идет его рост, мы встречаемся с какими-то необыкновенными для себя проявлениями. Точно так же, как мужчина совершенно шокирован, когда в мир приходит девочка. То есть, это мы видим совершенно уникальный процесс, когда у женщины рождается сын, она знакомится со своим внутренним мужчиной. А мужчина знакомится со своей внутренней женщиной. И, конечно, там очень много непрожитых партнерских чувств. Это своя история. Но пока мы говорим чуть более простую вещь. Сегодня на мастер-классе я не буду затрагивать вот эту тему о мама мальчика и отец девочки. У нас 12-го будет мастер-класс про родителей и про детей. И он будет расстановочный. То есть, здесь я вам рассказываю сегодня теорию, расскажу какие-то приемы, как с этим работать. Но мне будет интересно, и я задумала сделать такой большой, 4-5 часов мастер-класс, где можно будет делать кейсы расстановочные, чтобы просто побыть своим внутренним ребенком, побыть своим собственным ребенком, понять, как он ко мне относится, где я отношусь, путаю его с кем-то. Приходите, 12-го, ну, здесь же будет проходить, и в онлайне будет проходить. А те, кто в онлайне будут делать, они будут делать это упражнение, ну, как на подушечках. И я все кейсы, когда даю расстановочные, я их даю так, чтобы потом их можно было делать много-много раз, каждый раз, когда возникает какая-то проблема, чтобы их можно было делать, ну, без мастера. Вот классическая расстановочка про родителей ребенка. И есть вот сейчас мой ребенок, и ты сиди пока, сиди, это я просто, есть вот, например, мой ребенок, мальчик, и у меня сейчас какое-то напряжение, непонимание, мы не знаем, не можем найти общий язык. Я говорю ему одно, он меня не слышит, что ты мне пытается какую-то херню рассказать. Я же тебе сказала, что надо делать, я же тебе просто русским языком по-белому рассказала, что надо делать, что тебе непонятно, но он ему почему-то непонятно, он не делает. И я понимаю, знаете, между нами нету коммуникации, мы, каждый разговаривает с кем-то другим. И я ставлю, это я, а это мой сын. В контексте моего сегодняшнего непонимания я становлюсь на место своего заместителя. Я понимаю, так, я сюда даже не смотреть не хочу. Достало меня это все. Я просто, ага, какие у меня чувства. А вообще, я Диана, слушай, да я не Диана, я какая-то тетка, блин, злая на какого-то мужика. И вообще, это никакой не ребенок, но это какой-то, ну, это муж, это какой-то партнер. Блин, отлично. Убрала. Это какая-то тетка, вот эта тетка, это, помните, была Диана. Это был мой сын. Та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, слышит, столько агрессии, столько злости, да надоело все, да достал, да сколько можно, да уже нету сил с тобой, но все ты делаешь неправильно все ты делаешь не так послушала ну немного похоже на то что я только что сыну говорила а мне пофиг деньги все равно у меня этот а я все равно сейчас пойду с ребятами пиво попью я попала в какую-то родовую историю где-то мужчина женщиной в моей семье где-то недоразговаривали это сейчас отразилось на моих отношениях может быть это мои родители я ну где-то сейчас не вижу и вам это будет не важно когда вы будете делать кейсы нам важно отщепить убрать какая-то сара игнатьевна но тоже не я похоже снова муж чей-то ну ее отлично я снова вот так же выделила я просто не буду сейчас делать все это упражнение я выделила прочитала похоже где-то узнаю то есть я внутри себя понимаю что я состою из пазлов что во мне находятся все мои родственники все это понимаете да или нет на 25 процентов я состою из бабушек и дедушек по маме и папе на 50 процентов ну ладно маму и на папу есть дяди в моем днк есть тети то есть моем моем днк есть ну все весь опыт всей моей родни но этого ничего бы не было это все бы не мешало мне жить и не вылазило бы в виде вот этих программ если бы у меня были хорошие отношения с моими родителями это просто я ну рассказывая тему осознанное родительство показываю вам что это невозможно иметь хорошие отношения с ребенком пока вы не исцелите свои отношения с родителями не так же знаете как рожать не буду по исцеляю а просто надо понимать что вот проблема возникла как следствие того что там где-то я ну там не принимаю маму или папу как только я внутри себя например имею претензии к маме включаются все негативные программы которые есть у меня в днк любовь и благодарность включаются в днк все эти программы но вы высокочастотные где кто-то в роду помогал любил благодарил и ну я тут получаю поддержку всего рода но если я на маму точу зуб или ой да у меня с папой на расстановках как заместитель девочка говорит да у меня там с папой все нормально он уже умер ну с папой вот так решение мы начинаем делать остановку и заместитель в поле ну начинает ее прям она так ненавидит своего папу а женщина пришла по проблемах с отношением с мужем я понятно сейчас не перескакиваю для вас но она вытащила вытеснила свои рационализировала и сказала ну да там и это агрессия на отца осталась внутри и поэтому она из рода тащит все что негативное думали и чувствовали женщины ее рода по отношению ко всем мужчинам к детям к отцам к там к дядям к шефам так понятно как это же вибрация то есть мой у меня есть негатив по отношению к мужскому определенная вибрация и днк активизируется только те вибрации которые соответствуют это все негативные непрожитые истории так ясно и вот тут еще какая-то я убрала снова поставила диана сын у меня упражнений то есть я не придумывала но про своего сына и специально взяла тебя и может быть ты знаешь что попала но в твою какую-то петельную историю про тебя и про маму ну а может быть просто упражнение короче я стою тут снова на своих подушечках о наконец-то я мама я вот диана это мой сын о и наконец я могу чувствовать саму себя слава тебе господи я чувствую что он сейчас делает что-то а я боюсь что он это сделает ошибется не получит успех будет но неудачи и сломается на этом я боюсь что он сломается ситуация вообще не стоит выеденного яйца но у меня есть страх я этим страхом сейчас его заражаю я на него ну наезжаю и у меня есть практика безмятежного ума у меня есть синхронизация души я теперь понимаю что сейчас с моим сыном разговаривание моя любящая часть которая могла просто его поддержать в деле остаться со своим уже каким-то чувством убрать даже я бы вот я бы даже вот так сделала я бы даже это чувство из себя тоже вынула о и теперь я смотрю да в этой ситуации он может выиграть может проиграть он все равно классный он все равно молодец я все равно могу ему дать поддержку я могу мы так сказать чтобы он что-то но он не делал то есть дать совет так чтобы он мог принять у меня больше нету ужаса страха у меня есть принятие жизни я могу сделать еще шаг и посмотреть этот страх что ой да тут большой такой страх это что-то из родовой системы вот это чувство кому-то принадлежало моей маме моей бабушке то есть она у кого-то было но я буду давать вот такие кейсы чтобы вы там на подушечках или на листочках бумаги научились вот через расстановки убирать то что мешает вам видеть своего ребенка и видеть реальную ситуацию и быть в контакте что вы об этом думаете приходите конечно но мама должна уже понять что девочка в интернете все что могла прочитала и мама должна сделать только одно принять что тема секса это не табу и спокойно просто разговаривать об этом с ребенком вот где проблема сам вопрос как мне ей это сказать за этим вопросом стоит ее мама и ее бабушка которая говорила когда-то ж надо ей это рассказать понимаешь и сониной маме но с трясущимися руками с потными ладошками потому что тема секса это такая табу это не табу и когда вы обнаруживаете что когда ребенок говорит ой мама у тебя есть прокладки у меня месячные а вам о боже она таком со мной разговаривает ну то лечитесь она старше чем вы просто осознавайте тема секса не табу ходите голыми перед своими детьми ходите с ними в бане ходите на нудистские пляжи говорите о своем теле называете вагину вагиной называете пенис пенисом называете ну яички яичками называете мошонку мошонкой говорите на клитор соски грудь то есть ваш разговор ваше прикосновение ваше общение когда вы говорите так надо помазать грудь потому что соски быстро сгорают когда ваша дочь или дочери слышат что об этом об этом можно говорить у нее в голове просто нету идеи тогда что это табу когда о сексе о теле можно говорить когда тело священно но при этом ну живое она обладает качествами мужской священности и женской но реальности как для когда для вас это становится ну просто тогда ваш ребенок будет своими естественно об этом говорить и ты будешь об этом естественно быть я я уверена что у тебя все хорошо и поэтому вы можете понимать что когда у вас вообще есть тема боже как же или у меня недавно был такой разговор с женщиной говорит я как подумаю что кто-то будет трахать мою дочку что она будет все время думать о том как бы есть ним заняться сексом мне так плохо становится а кому же интересно в твоем роду было так плохо когда ты взрослела давай мы выбьем его и опять подушечка вынули и увидели там бабушку которая о боже ну знаете видела такую а там девочка которая метр восемьдесят натуральная блондинка кровь с молоком такой знаете украинский размер груди и она бабуля смотрела и понимала что о боже ну такая же по рукам пойдет ну такая же видная она из своих понимаете а у бабули вот это представление что когда такая видная но то все хлопцы там ну в селе там или на деревне будут ее хотеть будут к ней но домогаться и какое-то одно неловкое движение и на сеновале где-то окажется потому что она так но обусловлено и она себе ходит это она сейчас в испании живет натуральная блондинка из киева вот реально высоченная с большой красивой грудью и находят по киеву и не понимает от этого бабушкиного страха потому что уже пришло другое времена в моде худенькие стройненькие там невысокого роста ну а нас не первая красавица но у него вот этот ну страх вложенный бабулей что кто-то на меня сейчас позарится и она но этот страх где-то пережила там быстро вышла замуж потом ну развилась вышла замуж второй раз уехала в испанию но сейчас когда ее дочке но приходит эта половая зрелость а эта мысль бабулина начинает ее терзать поэтому еще раз я вернусь к этой мысли все ваши страхи вас заразили ваши родители вы ну берете этот страх вынимаете из себя трансформируете его и вы оказываетесь в контакте что вы можете что-то по ну вы можете рассказать своему ребенку все что будет ему нужно социализировать ребенка рассказать ему о том что в жизни ну почем как здесь этот мир устроен предупредить настроить что за твои за твои поступки ты всегда будешь нести ответственность наверное главная мысль которую нужно ну внушить ребенку еще раз это не слова дети не будут воспитываться и не воспитываются словами они воспитываются вашим собственным поведением и если главная идея будет что за все поступки есть последствия что и что этот и вы встретите ребенка с этим фактом то у ребенка появится привычка анализировать свои действия перед тем как он что-то сделает ну то есть ну к чему это приведет ты вела себя тут по-хамски тут тянула одеяло на себя тут я тебе говорила ну не делай ты меня этим злила ты знала что ты меня злила она знала но ты это делала делала вот смотри а это результат я себя спрашиваю я хочу купить милане кроссовки ответ нет у меня нет на это ресурсов у меня есть деньги я даже понимаю что ты можешь но в них там прекрасно ходить они тебе не особо нужны но я могла тебе купить но у меня внутри нету ресурса это последствия того как ну как ты себя вела а назару у ресурса много а на манго а на гучи нет я просто представляла если бы ты там ну была ангелом каким-то и там что-то такое ну классное мне рассказывала а она знаете что делала что гадина творила она меня шпыняла по вопросу моды то есть что у меня не та сумочка не тот оттенок помады то есть она не делала это постоянно она это делала самое неподходящее время и она задевала меня то есть она нашла мое слабое место и она там туда залазила и у меня была сумочка фурла и она вела мама ты и фуру как ты вообще могла поехать с этой фурлы и ковырялась в этом месте не лазь туда не говорят я куплю себе одну новую сумочку но она ковырялась и все ну нету и я это говорила но я правду говорила я реально спросила себя да у меня есть деньги могу купить гучи но я не куплю но у меня нету ресурса понимаете о чем я говорю сердечного ресурса нет и интересно что ей в голову эта мысль пришла то есть когда я вот такая классная у мамы сердце раскрыто и можно вот это все такие блага цивилизации получать а вот тут она закрывалась и я ничего не получала ага и она проанализировала и хотя до отъезда оставалось буквально три дня я три дня получила совершенно другой вариант ребенка который который был доброжел ну такой ну доброжелательный на тяну то есть такой хорошая девчонка с которой можно было ну трепаться и можно быть но было несовершенно в брюках ходить рядом с ней потому что до этого это было совершенно невозможно они очень легко дети научаются если вы будете понимать что это главный навык тогда он будет если у него будет эта привычка если он будет понимать что мои действия приносят ну определенные последствия и что так лизну все время если за этим последить то ну да я вот что-то делаю хорошее тут вот так получается я делаю что-то плохое я делаю что-то что мне выгодно я делаю что-то что мне не выгодно когда ребенок обнаруживает что его дела имеют последствия знаете что с ним приходит он взрослеет потому что эта позиция взрослого понимать что мои действия и мои но последствия действий связаны между собой мама это источник и когда такие требовательные отношения к к ребенку то нас это значит что там к маме есть претензии это значит что мамина безусловная любовь подвергается сомнению ребенка реально так могло быть и в реальности что ее мама могла ее регулярно не любить потому что мы сами знаем как это бывает правда когда надо вот тут в этом месте вот должна течь я как бы мама но она только фигурально мама ну не течет в этот момент не течет но у меня для всех нас есть очень важное такое извет определение я я часто о нем говорю поверьте но я еще не видела людей которые бы взяли это на вооружение поэтому я знаю что мои слова не возымеют действия но все равно вынуждена их сказать есть определение хорошего материнства кстати как есть определение хорошего брака но ведическое но ну вот полнее не бывает итак у хорошей матери ребенок жив второе здоров третье красив четвертое социализирован то есть успешен больше нету ни одного критерия по которому вы можете сказать ну что вы хорошая или плохая мама это четыре функции мозга жить любить работать и оставить след сенсорика логика этика и интуиция если вы хорошая мама то у вашего ребенка но он живой то есть он сенсорика он красивый этика он здоровый интуиция и логика извините и он социализирован это интуиция то есть он выбрал для себя правильно ну выбирает правильное направление то есть если вы хорошая мама то вы наполнили четыре участка мозга нету других вот есть четыре функции мозга логика сенсорика этика интуиция земля-вода огонь-воздух есть центр источник и если вы знаете пятая стихия там акаши или у китайцев земля-вода огонь-воздух земля или дерево все понимают о чем я сейчас говорю то есть можно говорить на духовном языке эзотерическому образом можно говорить на языке от науки но вы будете говорить о том что хорошая мама это та которая напитала все четыре участка мозга и поэтому у ребенка вот это 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 проявлено если это проявлено вы хорошая мама точно так же но хороший отец если у вашего ребенка вот эти функции про открытые все остальное но это от лукавого вы слишком большие требования предъявляете к себе слишком много на себя берете слишком большого мнения о том насколько вы можете помочь своему ребенку и здесь я выхожу из темы осознанное родительство и хочу привести вас в тему я сейчас делаю мы сейчас юрой планируем тренинг по лидерству девятнадцатого июля и я видну я вообще бизнес тренер я всю свою жизнь я доктор экономических наук я веду бизнес тренинги это лидерство моя любимая тема и все остальное это итерация от этой темы ну и быть успешным родителем понимаете быть успешных в отношениях и быть к луну классной женщиной это все те знания которые ну проекция того что я знаю о лидерстве смотрите почему я об этом говорю слушайте меня внимательно если говорю к человеку который очень хорошо разбирается в экономике давайте мы поговорим о том как сделать мир в котором сегодня очень много знаний и информации как сделать мир управляемым когда в мире не было знаний но управляли очень миром просто я знаю кто-то не знает ну как нужно например управлять деньгами кто-то не знает грамоты кто-то не знает другого языка и человек очень легко управляемый да или нет то есть раньше мы управляли миром через отсутствие и наличие знаний кто больше знал тот был более успешен сегодня это не так сегодня у нас у всех очень много знаний и и эти знаний открытых и такие и такие и такие мы не успеваем ну мы каждый день съедаем больше знаний чем еды как нам сделать так чтобы вы снова были управляемы мы были управляемы нам нужно комплексы снова ввести неполноценности и для этого нужно поставить завышенные требования и рассказать о том что хороший отец и хорошая мать должны делать это 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 и тогда у вас но рождается понимание что я гарантированно не очень хороший да или нет вы можете поймать о чем я щас говори а если я не очень хорошей а хочу стать очень хорошим то я должна купить книги семинары няню курсы платных преподавателей платную школу я должна ну своему ребенку купить кучу книжек игрушек кучу лишних вещей 286 велосипедов и так далее потому что только не скомпенсированный человек но прекрасен для общества потребления он пытается с помощью вещей компенсировать свою внутреннюю неуверенность себе да или нет смотрите это общий принцип для того чтобы мы купили всю косметику и покупали эту одежду бесконечно нам нужно ощущение что мы не модные а должны быть модными что мы не такие красивые ну а должны быть красивее и мы бесконечно салоны и спа маникюрши перекраситься какую стрижку в инстаграме посмотреть правильно как застегнуть какой-то поясочек сейчас так никто не делает выбрасывать старые вещи покупать новые а представьте себе что вы точно знаете что вы самая красивая женщина на свете что вы эталон красоты и эталон вкуса все точка вы что-то пойдете покупать лишнее нет только пока вы не уверены в себе ясно или мужчинам им навязали прекрасные стереотипы как они должны себя вести эталон и мужественности понарассказывали какими не должны быть не рассказал о том что как у любого мужчины у них есть уровне зрелости а еще у них есть четыре состояния приз король хозяин и мус ну авантюрист и вот все это но им не рассказали зато рассказали что он должен быть например пресс-кубик а у меня есть пресс-кубиками я хочу просто а ему сказали что мужчина должен уметь любить юрка просыпается по утрам и думать блин чё я никого не люблю а у него этика но последняя функция в мозге понимаете вот вообще способность ну вообще к чувствам у него один процент и он просыпается думать чё какой-то черствый какой-то и неправильный ну надо купить аньке еще кольцо бриллиантовое чтобы она меня но не бросила тоже она узнает что я ее не люблю да ты что ты говорила юрке или ты говорила а черт возьми и юрка просыпается с утра и он знает что он должен быть но мужчиной который любит а он просыпается и чувствует блин я что-то никого не люблю ну 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 думаю надо скрывать надо улыбаться си-си-пуси коту хвостик там накручивать а у меня блин ничего нет я какой-то каменный но и мне рассказали что у него ну что он хозяин у него ну моего мужское ну проявляется через то что все находятся в безопасности такой знаете в безопасности на десять поколений вперед и чем но больше этой безопасности тем больше проявляется его любовь она не в чувстве проявляется и когда тебе это не рассказали то у тебя будут ну комплексы на эту тему так ясно или наоборот сидит интуит и ему рассказали дачи ты должен быть смелым ты должен быть мачо ты должен ну там принял принял решение и никогда его не менять должен дойти до конца и он сидит в комплексе неполноценности блин я чмо я не мужик я вообще тряпка какая-то баба ну а вот интуит понимаете он видит все дыры интуит это авантюрист он видит все дыры в любом но начинание он знает куда не надо но вкладывать деньги ничего не знает куда не надо ну чего не надо делать умеет но так пошутить что ну любой конфликт ну разрушается то есть его сильная сторона в том что он создает для всего ну где он находится пространство возможностей и они тут но в его присутствии они открываются все возможности у всех кто находится в своем присутствии ну ты это вообще никак не ценишь правда ты думаешь ну блин да и ну и шо вот если бы я цели умел достигать если бы меня не тошнило при виде плана что надо сделать это 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 и вот это то есть социум сознательно создает нам вот эти высокие стандарты все журналы ну фильмы все наполнено высочайшими стандартами вот этими идеализациями которые есть в нашей голове и говорят кто-то же где-то так живет и мы ну все время находимся вот в этой ну я вернусь к родительству мы находимся все время в этой идее что я плохая мать я ну не такой хороший отец естественно поскольку мы это ну для себя так ну чувствуем наши дети тоже чувствуют что мы плохие родители хочу рассказать одну историю до этого должна спросить вот эта тема о ведах она на вас произвела впечатление да что-то поменялось в этом мире про партнерские ну нет я да не да 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 хорошее там тоже там будут тоже очень простые четыре пункта то есть ну например хорошая жена все знают что какое да 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 живой какое в Индии до сих пор отношение к вдовам вы же не понимаете да почему это же не какая-то обструкция это не не забабоны я не знаю как это по-русски это не суеверие а этот факт что женщина наполняет мужчину определенной энергией это не ну это не ах ах это да я ему посылаю вы ничего не посылаете просто когда вы выходите за него замуж и ну он на вас женится его левое полушарие остается у него а его правое полушарие теперь принадлежит вам и наоборот его ваше правое полушарие принадлежит вам а ваше левое полушарие принадлежит ему то есть частоты урегулируются и вы начинаете это не сразу происходит но после брака такое через небольшое время когда говорят что муж и жена одна сатана это очень некорректно потому что не могут быть и два бога но ваши левое полушарие и правое начинают работать но на одних частотах то есть его левое и ваше левое работает на одной частоте и правое ваше и его правое работает ну на общей частоте и женщина правое полушарие мужчина левое полушарие становится так понятно правое полушарие отвечает за наполнение энергетикой и если вы в паре и все время думаете о нем какой ты козел, какой ты урод, что ты сдох козел или может быть вы не думаете но вы не исцеляете свои отношения с предками а в вашем роду было много там убитых мужчин или в вашем роду было много несправедливо убитых или вы кого-то убили то энергия смерти то есть негативные эти проклятия они попадают им на него и он начинает чахнуть я понятно сейчас объясню и в Индии если у женщины умирал мужчина на этой женщине больше никто ну не женился потому что это для индусов это было понятно что следующий кандидат в покойники и у нас есть такое не только психологии но в народе термин черная вдова то есть она вышла замуж он овдовела, вышла второй раз замуж овдовела, вышла третий раз замуж овдовела я знаю такую женщину она уже покойная сама она была четыре раза замужем и четыре раза ей удалось стать вдовой ну собственно для индусов понятно что если на один раз овдовела так вот жена хорошая это тот у которой муж жив второе второе Аня так победоносно посмотрела на ю то есть вам надо просто быть к этому понимаете, сама женщина в этом не виновата но женщина у которой внутри идет темная энергия она знает об этом потому что что такое темная энергия ну это я сейчас такие слова назвала а на самом деле это обида боль ну там ворчание все время недовольна вот это негативная энергия то есть это не что-то такое она такая вся классная он такой счастливый летает на крыльях любви а на самом деле она подтачивает его это вообще не так то есть это все физически ощущаемо так ясно а а а боже у нас тема была осознанное родительство у нас про партнерство про партнерство очень много мастер-классов я просто если я тебе сейчас отвечу то ответ будет такой что этот мужчина жил с мамой у которой были подобные программы и он да и он находит себе похожую женщину чтобы исцелить все-таки это в надежде исцелить маму ну то есть про мужчин и про женщин про партнерские отношения мне бы хотелось поговорить отдельно тема родительства ну вот осознанно она поверьте не менее интересна так вот в начале он жив второе у него хорошее тело у индусов это будет звучать так что он ну поправился ну поймите да это было 6000 лет назад это был ну раздобрел то есть не смысле что он стал толстым жирным а что он ну мясо наел вот это вторая третье он доволен жизнью четвертое он успешен вот это четыре четыре качества которые объясняют что женщина хорошая жена понимаете все проще так вот что я сейчас хотела сказать важное послушайте внимательно вам надо знать что тема плохих матерей и плохих ну отцов не стояла еще 150 лет тому назад вот эти высокие требования вот эта книга некрасова про путы материнской любви этому всему меньше 150 лет 150 лет назад ну психиатрия психотерапия ну наука о душе ну философия они существуют тысячи лет так вот тысячи лет люди писали обо всем чем угодно но никто никогда не писал о путах материнской любви никто никогда не писал про плохих матерей осознавайте что я вам сейчас говорю это в надуманная проблема из-за того что вы чувствуете себя плохим родителям из-за того что вам внушили что ваша мама и папа ну плохие и несовершенные они себя тоже чувствовали плохими родителями и вы в это поверили вы теперь чувствуете плохими родителями себя и ну кормите своего ребенка комплексами то есть перекармливаете своего ребенка совершенно излишним количеством ну каких-то внешних итераций только чтобы доказать самому себе что вы хороший родитель мне хочется дать вам еще одно очень важное у Хеллингера есть такое и определение и понимание у него есть такая медитация о маме и там есть главная фраза которую ребенок говорит матери эта фраза очень короткая спасибо за жизнь в этой фразе есть все какие претензии у вашего ребенка могут быть к вам какие претензии у вас могут быть к вашим родителям когда вы живы когда жизнь подарили вам осознавайте что только в одной эокуляции миллион сперматозоидов двигались бежали летели плыли в сторону яйцеклетки и победа досталась одному яйцеклетка выбрала этого мало того этих эокуляций даже у этой яйцеклетки до ну там после было ну три четыре пять может быть там тридцать если это были молодые люди понимаете о чем я говорю понимаете сколько детей не родилось сколько людей не пришло в мир если один миллион это только одна эокуляция а этих яйцеклеток каждый месяц была новая яйцеклетка были новые сперматозоиды мог ребенок зачаться за месяц до вас за два месяца до вас осознаете какой шанс из миллиарда ну вариантов что родитесь именно вы и у вас еще есть наглость знаете как помнишь я вам писала вы не охренели помнишь на коучинге когда они там у меня претензии к маме вы не охренели вас пригласили в эту жизнь а у вас еще есть наглость ворчать на эту жизнь помень тогда поменяйтесь любым из миллиона скажите только тебе будет хуже чем мне в два раза думаете кто-то откажется так вот из отсутствия религии из отсутствия вот этого понимания ценности жизни родилась куча претензий к родителям и отсюда куча комплексов по отношению к детям мы очень сложно стали строить отношения со своими детьми мы перестали понимать что ну детям от нас нужно ну совсем немного вещей на самом деле первое что нужно ребенку давайте вы это осознаете или запишите первое ребенок хочет чтобы вы его видели он хочет быть увиденным все хотят быть увиденным если я веду мастер-класс и мало смотрю на тебя то это неправильно правда же Вика я так на что что я к тебе неравнодушна да каждый из вас хочет быть увиденным и здесь на мастер-классе и те девочки или ребята кто сидят сейчас в онлайне и пишут свои вопросы они тоже хотят быть увиденными Юра который на меня смотрит я тебя вижу Юра я тебя вижу и наш оператор который делает вид что его здесь нету он тоже хочет быть увиденным мы все хотим быть увиденными мы все хотим почувствовать себя значимыми что я нужен этому миру этот эту возможность может дать только родитель с ребенком и когда он это не дал потом всю жизнь мы будем пытаться выступать на телевидении писать книги хвастаться бегать триатлоны только чтобы быть увиденными и сегодня фейсбук это попытка быть увиденным инстаграм это попытка быть увиденным меня не лайкнул никто меня не лайкает я понимаю я понимаю что Нобелевскую премию получит тот парень или девушка который придумает автоматическую машину которая будет ставить 40 лайков то есть автопост вот у меня еще нету такого потому что когда я вижу что я что-то такое написала или прислала какую-то фотографию где я постаралась в самом лучшем свете представить свое лицо и постаралась так чтобы это не было видно что я старалась ну и чтобы это знаете как никто не это я так с утра проснулась такое или хорошо это смотрите какая классная Барселона вот Барселона не видно на фоне моего лица но это не важно я хочу ну как-то увиньте меня кто-то у кого есть разрешение тот ну вот такую свою будочку и так и так и так посмотрите как я стою у кого-то нет этого разрешения поэтому он умничает и говорит а вот классно шпагат села не делайте в шпагате меня видно меня видно видно точно да ну скажите да лайки ставите т-т-т-т-т-т-т-т-т аааа !!! или прямой эфир Facebook человек рассказывает что-то а там такие эти лайки лайки сердечки ручки и energia и он готов делиться любыми знаниями только уверьте меня мы хотим чтобы нас родители увидели и сегодня человечество таким аааа Ну, искусственным путём, но компенсирует эту потребность каждого из нас быть увиденным. Так вот, ребёнок хочет быть увиденным, что я есть и я очень важен, я очень ценен. Второе, что ребёнок хочет быть увиденным в своём поле, что я мальчик или что я девочка. Открывай, не бойся. Что кто-то из родителей, желательно, чтобы оба родителя, мне мою женственность или мою мужественность, чтобы они её поддержали. Не общую идею, а именно мою, мой собственный вкус. Знаете, я когда-то, ну, очень-очень давно пыталась исполнить свою мечту и пыталась записать сына на танцы. И его попросили что-то станцевать. И он очень не хотел записываться на танцы, но это было прямо возле моего дома, и я очень хотела танцевать. Поэтому ему сказали, станцуйте что-то. Он поставил руки вот так, и вот такими буратинными ногами пробежался по кругу. Он был совершенно квадратно-прямоугольный. Нам сказали, спасибо, но вы нам не подходите. И мой сын сказал, yes. Потом я попыталась записать его на урок рисования. Ну, и он сказал, нет, рисовать я тоже не буду. Я понимала, ребёнок испорчен. Всё, ну, это что-то. Но потом случайно я купила ему в Москве лего. И я поняла, мой бог со мной, мой ребёнок гений. Потому что я не могла понять, каким образом он, ну, вначале по схеме, а потом он сам придумывал. И он строил, ну, невероятные вещи. Я ему всю жизнь, там, всё его детство покупала вот это лего, 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 лего систем, лего какие-то космические. И он строил, ну, что-то невероятное. И я имела возможность понять, что у меня самый умный ребёнок на свете. Самый умный мужчина. Вот второе, что, ну, нужно каждому из нас, это уникальный вкус моего пола. То есть в чём я классный мальчик и в чём я классная девочка. Кто-то очень нежный, как девочка, а кто-то очень заметный, как я, яркая, такая обращающая. Ну, то есть я такая всегда была харизм. Если нежный мальчик. А? Если нежный мальчик. Да? То вот насладиться вот этим вкусом, понимая, что, ну, как минимум, ну, 16 психотипов. И они все, ну, имеют свою мужскую, ну, свою женскую и мужскую сторону. Третье, в чём нуждается ребёнок, это в том, чтобы вы увидели и поддержали его уникальность. То есть его харизму, его талант, его призвание, его предназначение. Потому что в детстве оно видно. А потом нужно куча тренингов, чтобы это признание, призвание и предназначение. Несколько разные вещи. Но они очень хорошо видны в детстве. Никакого усилия не нужно было, ну, моим родителям, чтобы понять, кем я буду. Нужно было просто понаблюдать, ну, за ребёнком. Я играла в школу, я была учительницей. Я была артисткой и режиссёром театра. И во дворе, и с куклами. Я вечно устраивала пьесы, спектакли. И всё время хотела, чтобы мир стал лучше. То есть вся моя деятельность была не про то, чтобы научить писать, а про то, чтобы человек стал лучше. Я всё время всем одевала короны, рассказывала, что ему будет лучше жить. Короче, я была таким Тимуром в детстве и без команды только. И сегодня это стало моей профессией. То есть всё, что это было в моём детстве, говорит, ну, я всё это постаралась воплотить несознательно. Я понятна сейчас? И когда вы видите, ну, во что играет ваш ребёнок, ну, к чему он стремится, куда он двигается, и вы это ему, ну, даёте ему в этом вкус, даёте ему в этом, ну, проявиться, хвалите, ну, слушаете, обращаете на это внимание, он, ну, он имеет возможность идти туда. И тогда рождается очень здоровая личность. И получается, что ленивая мама – это хорошая мама. Как вам эта мысль? Та, которая не продавливает ребёнка своими «хочу», а просто из лени. Потому что, блин, уже так устала с ним бороться, ну, ешь, что хочешь. Кто же знал, что у меня ребёнок будет вегетарианец. Он с детства, ну, отказался есть по моей программе. Ну, сегодня он питается правильнее, чем мы с вами, ну, миллион раз. То есть он никогда не пил вина, никогда не курил сигарет, ну, не ест, ну, всю неправильную еду, а ест всю правильную еду. И ест так мало, что я, как мама, переживаю. Боже, и как ты ещё такой высокий вырос. Боже, у тебя ещё мускулы есть. Поешь что-нибудь. Он говорит, мама, не закармливай меня. Я интуит. Ну, я должна была его закормить. Ну, я сенсорная мама. У меня нормальный, здоровый ребёнок. Это толстый ребёнок, который много ел. Как вам эта мысль про ленивую маму? Сейчас осознавайте, что я вам говорю. Да, когда вы не силь, то есть осознавайте очень важную вещь. Когда вы очень сильно в стрессе, вы надеваете на ребёнка уроки английского, немецкого, французского, в надежде, что вот он вырастет. И что будет? Я вам расскажу, что будет. И он будет переводчиком? Ему пригодится вести переводчик. Я вот никуда не вожу, и всё время себе ухожу за это. У меня он не ходит, мне нравится. Надо возить его. Вот в любом конце города есть хорошее там. Наша Даша закончила Иньяс Минский. Так вот, если ты посмотришь на её группу, а я знаю всю её группу, почти все работают переводчиками. То есть хорошее знание языка... Хорошие невесты говорят. Ребята, переводчик – это не самое высокооплачиваемое. Это не тот, кто проводит переговоры. Это не тот, кто больше всего зарабатывает. Это тот, кого нанимают. Те, кто хорошо зарабатывают, и при этом у них нет желания или умения разговаривать по-английски. Или у них нет таких высоких квалификаций, и они приглашают там синхрониста. Я не предлагаю не учить иностранные языки. Ребят, я предлагаю осознать, что вы делаете что-то для своего ребёнка из страха перед своим собственным будущим. Вы так чувствуете себя незащищённым, что вы пытаетесь защитить его будущее, о котором вы ничего не знаете. Если бы наши родители знали, какое будущее будет у нас, нас бы всех сдали в инженера, чтобы мы выучили компьютеры. Единственное, что нам пригодилось бы сегодня – это владение интернет-пространством. Вот это единственное знание, которое... Ну, а нас никого не сдали туда. Мало того, было время, когда быть программистом – это было жуть какая-то страшное проклятие. Сегодня мир – это мир успешных людей, которые успешны в междисциплинарных единицах. То есть, например, то, что я доктор экономических наук, и психолог, и психотерапевт, и духовно-эзотерический мастер, сделало меня прекрасным, уникальным специалистом. У меня нету омса, читананда и презрения к деньгам. Я люблю сумки, шанель, езжу по миру, люблю дорогие отели. Ну, я очень материалистична, и при этом я точно знаю, что все вопросы решает Бог. Я уникальный специалист. Ну, моя компетенция, и меня невозможно... То есть, у меня есть мое уникальное место, потому что я специалист, который соединил абсолютно разные знания. И такого другого человека нету на земле, который бы знал, но столько всего про бизнес, про продажи, про переговоры, про маркетинг, про менеджмент, про духовность, про женские практики, про магию, который может вам рассказать, чего вам не хватает в офисе, какого-нибудь там зерна, куркумы, или, ну не знаю, какого-нибудь там рисуночка, чтобы у вас пошли деньги. И я не специалист по фэн-шую, который там пришел и не понимает про деньги. Я точно слышу, как эти деньги начинают, ну, материализовываться, ну, не знаю, в отделе продаж, при том, что повесили классный колокольчик. Сегодня мир весь построен на вот этой конвергенции. Все бизнеса, специалисты и твоя дочка каким-то странным путем интуитивно знает, что если она где-то займет первое место, в этом месте надо остаться и специализироваться. А если она достигла высоты и она пятая, она знает, что я здесь знаю все, но мне больше туда двигаться не надо. Теперь я иду в фотографию и там пятая. Дальше я иду, ну, в скалолазание и я пятая. Теперь я иду сюда и я пятая. То есть она достигает значимых высот и дальше ты встретишь ее уже взрослую в том, что она все это использует как свои компетенции в своей взрослой жизни. Потому что ребенок знает, что с ним будет через 25 лет и какими компетенциями надо обладать, чтобы быть успешным. Ну, тогда он знает, потому что он является очень глубокой частью этого процесса под названием человечества и у него нет пока социальных программ, что хорошо, а что плохо. Он делает то, что внутри него мурчит, отзывается и стучит. А если я в ней узнаю себя на все 99 и 99 это значит, что ты в ней видишь не ее, а своего ребенка? И не доводить дело до конца, хотя сейчас я стараюсь доводить, это мне так сложно удается, просто, вы знаете, он до сих пор устает. Не хочу, не могу, или то я вот так, все, другое. Смотри, принцип Паретта говорит, что любое дело нужно доводить только до 80% в его целостности. Что-что? Если бы ты рожала так правильно, как ты задумала рожать, то это тоже так не надо. Мы тоже рожаем на 80% как надо. И они тоже стараются, врачи тоже на 80%. Если бы они постарались на 100%, они бы убили ребенка и тебя. Слава Богу, что они тоже похуивши слегка. И любой хороший профи, все, кто хороший профи, похуистые. Ну, пофигистые, чтобы не ругаться такими. Потому что мобил-дробил такой застегнутым воротничком, который старается все сделать идеально, он убьет пациента, если он ведет машину, он перевернется, потому что он слишком напряжен. Только у профессионала есть внутренняя вот эта расслабленность, в которой есть эти 80%. Так что подумай о том, что может быть неуспех в твоей жизни связан с тем, что ты пытаешься эти 20% сделать. Я расскажу тебе одну историю, которая когда-то стоила мне очень глубокого освобождения. Это было в 7-8 классе я писала какой-то реферат или сочинение, и лучше меня сочинение никто не писал. я великолепно пишу. У меня чудесная фантазия, умение выражать словами и очень красивое образное мышление. И потом я очень много читала. И в школе так много никто не читал. И мои сочинения, их там на Олимпиады отсылали. И я точно знала, что это будет прекрасная работа. я придумала хороший образ, красиво его описала. И дальше я начала оформлять. Я дыроколом пробила дырочки, вставила ленточку из-под конфет, красиво ее завязала, нарисовала рамочку фломастерами. Понятно? Писала сочинение, я 20 минут оформляла еще 2 часа. И потом учительница прочитала, поставила мне там свою пятерку, и я села и я чувствую, мне плохо, я неудолит война. Мне нужно не 5, мне нужно 5 с 3 плюсами. Я чувствую, что эта пятерка, она меня унизила в моих же собственных глазах. Понимаешь, почему? Я слишком много усилий приложила. И когда я подошла к учительнице и сказала ей, что это было великолепное сочинение, оно было лучше, чем у других, она сказала, я поставила тебе пятерку. Я говорю, я хотела, чтобы вы мне поставили 5 с 3 плюсами. И она тогда сказала, за бантик, она была очень умная тетка, потому что я не додумалась. Я сказала, да, и я плакала, мне было так обидно, потому что бантик, это было уже ту мач. и в тот момент я сказала себе, я никогда в жизни не буду больше стараться, сделать больше, чем нужно. Это очень важно, потому что если ты слишком много сюда вложила, ты слишком потом много ждешь. Если ты приготовила салат, а потом два часа его украшала, а его просто съели, такой был вкусный. Я говорю, а вы видите, какой он красивый был? Нет, мы не заметили. Я помню, у меня был такой комплекс, у меня в спальне два матраса, и все просто недостаточно коротки, ну то есть они недостаточно длины, и матрас выглядывает. Я была уверена, что если кто-то заходит ко мне в спальню, первое, что все видят, что там выглядывает матрас. Я была абсолютно в этом уверена. Я так комплексовала на эту тему, переживала, все время думала, надо как-то это покрывало, надо вот сюда, впереди, больше, чтобы оно просто бы не бросалось в глаза. Я была абсолютно шокирована, когда моя сестра, которая об этом сказала, она сказала, ты что думаешь, я это видела? Я говорю, ты 20 лет ко мне приходишь. Она говорит, я никогда этого не видела. Я была шокирована тем, что я так много значения придавала несостоявшейся эстетике, которую никто, кроме меня, не замечал. И это про то, что мы перфекционисты, про то, что мы слишком не удовлетворены собой. В этом есть смысл. А вот по поводу лайков у Камриана, это, наверное, сейчас не обо мне, потому что я не люблю свет, и меня там не ехали. То есть, если есть, то это только по работе какие-то моменты. Я не люблю это, что-то играть, где-то что-то, хотя, ну, вроде, накрасывай, вроде одесса, идешь, где ничего-то, снова, первая цель, ну, с Россией нету камеры. Но я не люблю это, мне не нравится. Мне плюс смотреть, чужую жизнь, что-то, я люблю читать только эти статьи, которые мне там поведены, и люди, которые пишут. Да, мы там, что-то, что-то еще подожди, ты сейчас о чем? Об осознанном родительстве? Вы говорили, помните? Я помню. Да, вот об этом, об этом. То есть, что ты говоришь? Это вообще нормальный человек. Ты сейчас решила о себе поговорить? Я хочу спросить. Нет, 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 ты сейчас хочешь быть увиденной. А, все-таки, да, это означает, это или нет? Так вот, ты сейчас об этом, ты говоришь, ты меня видишь, меня нет в соцсетях, но ты меня видишь, я тебя вижу. А, все, то есть, оно уже и означало. Это то же самое. Вы все в соцсетях, а я не такая, как вы. И я всем рассказываю, что меня нет в соцсетях. Ну, как бы никому сюда. Только здесь я спросил, почему? Это, ну, это потребность быть не такой, как другие. У меня есть много других ящиков, которые не выставляют фотографии, у нас есть тесня, у меня повторения будут. Они все равно в целом выведены. Ну, и жаль. Слушайте, как вас эта тема волновала? Да, ну, вот так, я всегда вы заслала. Ну, я уделю этому буквально пять минут, и мы будем заканчивать, потому что вы, мы уже переработали время. Дайте, все здорово. если ребенок в детстве от мамы не получил подтверждение, от мамы и от папы не получил подтверждение, что, например, что девочка хорошенькая, от мамы она должна была получить такое ощущение небольшой конкуренции, от папы она должна была получить восторг. Мама для девочки, что бы она ни говорила, это эталон. И девочка обезьяничает маму, что бы она ни говорила. И когда я им рассказывала, что моя Милана меня шпыняла, что я там что-то, ну, на ее взгляд не то одевала, я имела возможность наблюдать, как она меняется. То есть, я веду себя каким-то образом, я же знаю, как я себя веду, и я замечаю, о, и она себя стала таким образом вести. Например, мы летим, ну, там взлетаем, ну, и приземляемся в Барселоне, и весь самолет хлопает. Я никогда не хлопаю. Сидит моя Милана, мало того, что она не хлопает, она еще говорит, да, хлопают только, только русские туристы. Никто в мире не хлопает водителям, летчикам. Слава богу, у них закрыта дверь, и они даже не знают об этом. Это новый тон. Если бы я хлопала, она бы начала хлопать. Потому что никто в мире не хлопает, потому что это хлопает только у нас. Это признак дурного тона. Она мне все правильно переводит. Я что-то еще, ну, такое делаю там, я всегда нажимаю вилкой. Даже в самых каких-то простых ситуациях я стараюсь найти нож и вилку, это на автомате. И я вижу, она какую-то пиццу, она собралась есть руками, потом нашла себе тоже ножи и вилкой. Вижу, теперь она ест пиццу, ну, не руками, а вилкой. То есть, девочка всегда будет брать у мамы, и плохое, и хорошее. Так вот, ребенок должен быть увиденным. И есть те, кого родители и не увидели. Это человек, который, сколько бы ему ни говорили, что он красавец, он не чувствует себя красивым, желанным, достойным внимания. Вот эти люди не хотят быть на Фейсбуке, потому что он понимает, ну, что я там покажу? И кому это надо? И, ну, они повторяют эту мысль днем за, ну, день за днем, но на самом деле все эти люди ищут повода. Как ты говоришь, а иногда так хорошо выгляжу, а иногда так надо бы показать, ну, так, посмотри, вот как бы ничего, ну, и хорошо выгляжу. Ну, ну, кому я нужна там? Ну, это все дурацкие штуки, потому что там в детстве родители не дали тебе возможность понять, что ты исключительная. Они не дали. И тогда я на коучинге все время меняю программу, но есть программа, вот часть, которую я никогда не меняю. Это тема о поглаживаниях. Это о том, что, ну, себя нужно хвалить, ну, себя нужно давать, чтобы тебя другие хвалили, просить, чтобы тебя, ну, хвалили, хвалить других и не давать, чтобы тебе говорили негативную, ну, обратную связь. Ну, то есть что-то, что я не хочу слышать, ну, не впускать. Так вот, это называется банк поглаживаний. Этот банк поглаживаний должен был быть наполнен родителям, но они не наполнили, и он должен быть наполнен теперь нами, взрослыми людьми. То есть все эти дурацкие фото на фейсбуке и в инстаграме несут огромную роль для нас. Они исцеляют нашу психику. Ой, ну, какая, какая я красавица. Вот это самолюбование, которое для нас такое страшное. Фу, я последняя буква алфавита. Это перелистывание. Ой, а тут я так, а тут я так, а тут я в таком платьичке. Да это все моя маленькая девочка, 3, 4, 5, 6 лет, которой поставили лайки, написали красавица, красуня. Она получает исцеление, мой внутренний ребенок. Ой, что ты? И я очень часто, ну, то есть я когда, я смотрю в фейсбук, ну, ну, часто смотрю ваши, особенно тех, кого я люблю и с кем я, ну, в отношениях дружеских, я, ну, смотрю и, ну, там, ставлю лайки или пишу комменты. Я в этот момент чувствую себя прекраснее, чем тот, кто на фотографии. Потому что это и есть, когда ты другому человеку говоришь или пишешь, что он классный, ты становишься класснее. Потому что кто может сказать, что ты классный? Только тот, ну, у кого есть смелость, ну, это говорить о себе, понимаете? И я точно замечаю, что когда я не в ресурсе, я смотрю, например, ну, я бы не рискнула, ну, не поставить лайк, Аня, под твою фотографию. Не рискнула, не поставить. Да, хотя ты об этом можешь не знать. Но я могу, когда я не в ресурсе. Я вижу с твоими лайками у меня на странице. Отлично. Я просматриваю, когда я не в ресурсе, я вижу классные фотки, интересные посты, какие-то интересные комменты, и я не ставлю ничего, потому что у меня нет ресурса. Это так интересно видеть, что даже сказать другому человеку «пумс» или поставить значок «ммм», или прислать смешную мордочку, даже на это нужна, ну, любовь. Даже на такую мелочь, правда? Но чем больше я это ставлю, чем больше я это делаю, и особенно если это делаю искренне, то я себя чувствую лучше. Понимаете, какая интересная, настолько ругают за то, что мы сидим в соцсетях, что мы интернетозависимы, а мы интернетаисцеляющиеся. И когда вы это понимаете, что внутренний ребенок, внутренняя девочка, внутренний парень получают возможность быть увиденным, вы понимаете, чего ждут ваши дети от вас. Они хотят, чтобы вы поставили им лайк. Вы сказали, что они классно выглядят, что они молодцы, что вы порадовались тому, что с ними происходит, чтобы вы видели их живущими жизнью. Или вы не порадовались, или вы огорчились, если у них какая-то проблема, или они какие-то сегодня невменяемые. Ну, чтобы вы были в любом случае в контакте с ними. Понимаете? Яночка, как создавать здоровую конкуренцию с девочкой, с дочерью? Потому что у меня есть восторг, а конкуренция... Понимаешь, само слово здоровая конкуренция приведет к тому, что мы сейчас испортим весь наш мастер-класс. Потому что само слово конкуренция для нас понимается только как нечто враждебное. Вот соревновательность скорее. Я бы сказала, здоровая соревновательность. У тебя две дочери. Ты красивая женщина. Ты стоишь перед зеркалом и укладываешь свои прекрасные волосы. Подходит дочери, ты ухаживаешь, ты помогаешь им поухаживать за их волосами, но в свои волосы ты вкладываешь больше внимания. И они видят, что у мамы есть мама, ну, что у тебя есть ты. Что ты себя любишь больше, чем их. И они получают тот самый-самый важный урок в своей жизни, как не предавать самого себя. Потому что мы-то все дети предателей. Правда? Наши мамы старательно предавали самих себя, свои интересы. И мы получили такой шикарный паттерн, что это страшно становиться мамой, потому что надо стать предателем своих интересов, отдать свое время, отдать свои жизненные силы. Ко мне недавно приходила чудесная женщина, которая говорит, я три года кормила дочку молоком. Я говорю, зачем? Ну, я почитала всякое. Говорю, тебе этого хотелось? Нет, это была пытка. Прямо ждала, когда это закончится. Это же такое предательство. Ей твое молоко нужно было до года максимум. Но все, спасибо. Она никогда не оценит ее иммунная система никогда не оценит этого подвига, что ты так страдала. Представляете, как ребенок, который, естественно, тянется к материнскому молоку, чувствует, что вот это материнское тело раздражено. И что она хочет поскорее отодвинуть, но закончить этот процесс. Для матери здесь нету наслаждения. Представляете, какой интересный паттерн будет у этого ребенка. Я понятно сейчас объясню? Поэтому осознанное родительство, еще раз, я буду заканчивать уже эту тему. Осознанное родительство это тема о том, как все-таки оставить себя на первом месте. Потому что, как только вы себя оставили на первом месте, вы можете предоставить ребенку второе место. Тогда вы можете быть с ним в контакте. И в осознанном родительстве второй месседж, который для нас очень важен. Это в том, что это живой человек. Он может говорить о своих потребностях. Он не должен быть совершенен. Вам не нужно быть совершенным для него. Вам не нужно требовать совершенства от него. Вы можете быть как со своими друзьями. Живым. Правда? Подумайте, как мало мы остаемся живыми в отношениях с детьми. Там бесконечная игра про совершенство. Я должна быть совершенной мамой, а ты должна быть совершенной дочкой. Ты не можешь кричать на маму. Почему? Если мама тупит, почему ты не можешь кричать на маму? Ты не имеешь права кричать на мать. Когда ты так делаешь, ты проявляешь неуважение. правда? Я о тебе не думала, когда я это делала. Я девочка. У меня еще нет понимания причинно-следственных связей, что это действие принесет такие последствия. Объясни мне, я пойму. Поэтому, чем меньше у вас пафоса, а пафоса еще раз, весь пафос является следствием того, что вы чувствуете, что вы плохой родитель. я с этого начала и с этим этому посвящаю последний свой спич. Но это не так. Вы хорошая, потому что вы живая. И ваш ребенок, главное, что он получает от вас и что он хочет от вас получить вот таком в глобальном смысле, он хочет увидеть, как ты проживаешь свою жизнь. Как ты справляешься с одиночеством, с вызовами, с неустроенностью, с порванной трубой, с тем, что папа пришел домой слишком рано, слишком поздно, с тем, что у тебя сегодня нету сил. Ребенок просто хочет увидеть, как ты это делаешь, и он будет понимать, что мне надо сделать так же или наоборот. Он просто наблюдает за твоей жизнью. Он впитывает твою жизнь в себя по принципу мама минус мама, папа минус папа. Ему не нужен идеал, ему не нужно ваше вранье. Он видит за этим враньем вашу суть, и он эту суть смотрит. Посмотрите, что вам сейчас непонятно, что я говорю, но посмотрите на свою маму. Вы же правда видите ее суть, а не то, что она из себя изображает. Да или нет? Точно так же ребенок, он видит вашу суть. И он реагирует на вашу суть, а не на ваши личины, не на ваши маски. И когда вы видите, он реально ваш лучший друг. Вопросы пишут. Я хотела еще задать свой вопрос по поводу соревновательности. Если мальчика с папой, то это я должна регулировать, ну как бы выделять как-то его приоритет мужа? Или это они должны быть в субботу? Нет. У мальчика с папой есть своя, ну вот у нее конкуренция. И не только за тебя. Малой учится понимать, а как взаимодействовать с мужчинами. И он ищет свои механизмы, свои инструменты. Потому что Юра опытнее, сильнее. И малому интересно, как это побеждать. И он будет расти, и он будет все больше и больше ложить папу на лопатки. Пока однажды, после 20 лет или 27, однажды он положит папу на лопатки ну совсем в своем, в своей голове. Это он победит. То есть стать лучше, чем отец. Он будет очень этого хотеть. Она сама происходит, и мне надо. Это не твой вопрос, да. У меня такой нежный, а Юра такой каменный. Я все любишь. У тебя малой вообще никакой нежный. Это ты видишь свою маленькую Аню. Я скажу, что смеешься. Спасибо, Леонид. Я продолжу прочитать. Ты справедлився, пожалуйста, что он не там ритм, где не отражает. спасибо. Ребята, мы этот мастер-класс задумали и проводим для того, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи. Это муж и жена, молодые ребята, они глухонемые, и у них двое деток. И эти дети и слышат, и говорят, и Юра, Саня, они живут с ними в одном доме и им помогают. И мы на совершенно такие разумные вещи, как книжки, ранцы, одежда, собираем эти деньги. Поэтому, если, а я точно знаю, что то, что я вам рассказывала, было вам полезно. Поэтому, знаете, это донейшн, то есть почувствуйте себя, сколько вы хотите отдать, положите, вам придется довериться, что мы честные люди, а мне придется довериться, что Юрка честный человек. И мы эти деньги передадим этим ребятам. Мы, конечно, расскажем им, кто вы, но вряд ли они будут вам писать письма благодарности. Но, если вы захотите, мы можем даже попросить об этом. Но, знаете, мне нравится в этой теме, что они не будут кроме Юрки никого знать. Ну, то, что останется вот это, что ваше эго тут лопнет. Блин, я дам деньги чужим людям, никто не узнает, даже спасибо не скажет. То есть, это самые дорогие деньги, которые можно от себя, знаете, оторвать. Потому что эго в этот момент оценивает ту сумму, что вы выкладываете с тремя нулями. То есть, это лучший способ вылечить свою центрированность на себе, жадность, которая является причиной бедности. Поэтому добро пожаловать в мир щедрости. Я сказала, 12-го приходите, мы сделаем расстановочный мастер-класс. Я не буду рассказывать вот эту теорию, мы попросим всех посмотреть это видео. Я буду делать с вами только кейсы. И вы будете ржать. Потому что это так интересно увидеть, например, я недавно делала такой кейс, женщина и ее там трехлетняя дочка, четырехлетняя дочка. И на месте дочки стоит, естественно, ее внутренний ребенок. Убрали ребенка, там стоит мама. Убрали маму, там стоит папа. Убрали папу, там стоит бабушка. То есть, у нее все были важны в этой женщине, кроме нее самой. И она говорила, я не могу понять, ну почему у меня такие отношения с моим ребенком, ну для меня это прямо тумач. Она слишком много хочет моего внимания. И я его все время даю, я не могу ей отказать. Но когда мы эту расстановочку, это просто упражнение. То есть, она и дочка. Мы стали, ну дело стало понятно, что эта женщина просто сама для себя не важна. То есть, она у себя не на первом месте. На первом месте есть все, кто угодно. Ну, родители, там бабушка, дедушка, но только не она. Окей? Юр, я все рассказала? Да. Спасибо. До встречи. На вопрос. Ну хорошо, давай еще 10 минут на вопрос. И я не тороплюсь, мне просто, я же обещала до 8, я тут уже всех задерживаю. Юля, я просто час назад это задавала. Добрый вечер. Если два сына с разными характерами, то кто из них внутренний мужчина? Оба. А в разном возрасте? А? Это просто в разном возрасте? В разном возрасте, разные качества. Чаще всего, это внутренний мужчина, тот, которого ты не принимаешь. Ну, то есть, чаще всего, это всегда. Потому что, тот, которого ты принимаешь, это те качества, которые ты в себе знаешь. Поэтому ребенок проецирует только то, что отвергнуто. Нина, а когда у ребенка граница? Первое, когда он просто не хочет и надо поддержать и направить. И второе, там, где надо прислушаться к нему и дать выйти из дела, которое он делает. Как понимать эту разницу? Я, может быть, не поняла вопрос. Ну, я скажу, как я его поняла. Собственно, ваша задача поддерживать ребенка в его начинаниях. Если его начинание не грозит ему смертью, то ваша задача дать ему попробовать. Я расскажу одну историю. Я ее, когда говорю вот об этой теме, я ее почему-то всегда вспоминаю. Ну, минус 27 было в Киеве, а сыну подарили пилотку и ремень. Парень пришел из армии, ему подарили, а ему было года 4 или 5, ну, в 6, может быть. Короче, он был маленький. И он хотел выбросить мусор. Нет, он не хотел выбрасывать мусор. Я хотела, чтобы он выбросил мусор. Но он хотел выбросить в пилотке. И до мусорника было ну, пару метров. Я говорила, ты замерзнешь. Он говорит, я хочу в пилотке. И как-то внутри меня вдруг, знаете, вот я подумала, сколько он пробежит туда-обратно, что он замерзнет, что ушки подморозятся. И вдруг я поняла, что это не будет смертельно. И я ему говорю, хорошо, иди. Он был очень доволен, что он победил. Он пошел. И он, конечно, прибежал обратно. У него были синие ушки. Он плакал. Я их вытирал, оттирала, грела. Ему было больно. Он был очень расстроен. Зато я потом на все детство, у меня, когда он что-то настаивал, и это было уже опасно, я ему говорила, одень пилотку. Поэтому вы имеете, как родители, вы имеете огромную задачу дать им возможность все попробовать. То есть поддерживать их в их попытках всевозможных, в их усилиях. На улице холодно, она хочет пойти, ну, не знаю, там в легких шлепанцах. Она придет, ей скажут, боже, ты что дурная, в школу пришла в таких табликах, на улице холодно, все в сапогах, а ты в этом... И она поймет, что хвастаться нужно, но это должно быть время и место. То есть дайте своему ребенку возможность получить опыт. Самое лучшее, что он может получить, это опыт. Прыгнуть со стула, и вдруг у него получится. Потому что там, где вы думаете, что у него не получится, вы не всегда правы. Потому что мир изменился. Потому что она придет в этих тапочках, и все скажут, круто, классно. И вы скажете, ты с ума сошла? Ты ходишь в тапочках и в шерстяных носках на занятия, только через неделю в Инстаграме обнаружишь, что так ходят все звезды. То есть вы можете понимать, что вы не правы, потому что мы устареваем. Дети слышат и знают что-то новое, и поэтому им нужно пробовать это новое. Я приведу дурацкий пример, простите меня за него, но мне 53-й год в этом году будет. Поэтому я имею право на этот пример. Я из интеллигентной семьи, где в детстве я читала много хороших книг. И я читала Антона Павловича Чехова. Естественно, я была воспитана на его пьесах тоже. И когда они шли по телевизору, я их с удовольствием смотрела. И в пьесе «Три сестры» есть эпизод, когда сестры осуждают одну девицу за то, что она одела розовое и зеленое, платье розовое с зеленым поясом. И они говорят, это жуткий моветон. Ну, не жуткий, они такого слова не говорят, они говорят, она такая вульгарная, так вульгарна. Я в детстве это запомнила. И сказала себе, что так носить нельзя. Естественно, я не помнила, что это «Три сестры», я не помнила, что это «Чехов». Я просто знала, что зеленое с розовым не носят. Вы понимаете, насколько я сегодня неактуальна, если я буду говорить своей дочери. Я до сих пор не ношу розовое с зеленым, но я не могу это сказать своей дочери, потому что сегодня сочетание розовое с зеленым – это классика. Я буду с розовым и зеленым. Вы осознаете, что я вам говорю? Поэтому, то есть, чем больше у вас осознанности, тем меньше будет запретов, тем меньше вы будете пытаться что-то навязать своему ребенку. Вы будете понимать его эксперименты с внешностью, со стилем жизни. То, что для вас невыносимо или непонятно, завтра – это стиль жизни. И если это безопасно для его жизни, вы имеете возможность дать ему попробовать. Лучше она в 15 лет покрасит волосы в зеленый свет и походит, и поймет, что за крашенными волосами за ними надо ухаживать, а зеленый не подходит под розовые или под какие-то джинсы они не подходят. Она перекрасится и испортит волосы. Она будет говорить, блин, зачем я их обрезала? Она выпускной, мне надо вырасти длинные волосы. Так лучше она это получит опыт в 15 лет, чем в 30 или в 40. Согласитесь, вы пока этот опыт не получите, вы будете пытаться это сделать. Поэтому дайте ребенку пробовать. Я не пью пиво. У меня нету к нему идиосинкразии, я не пью пиво. Мой папа в детстве дал мне его попробовать. Он пил, выпивал пиво и давал мне отхлебнуть. Он пил вино и давал мне пиво. Мне наливали рюмочку, у меня не было табу на алкоголь. И когда пришло 17-летие, 18-летие, вечеринки, дискотеки и приносили алкоголь, и это был запретный плод, и мои хорошие девочки из хороших профессорских семей напивались в хлам. У меня в этом... Я напилась тоже, у меня в жизни был опыт, потому что я не знала силу коньяка. Я выпила на рюмке коньяка и уснула. Я поняла, что не так интересно. Но из-за того, что в детстве это не было табу, но зато табу было курить. И поэтому я тоненькие сигаретки курила втихаря. И знаете, у меня уже мама умерла, папа умер, я уже не замужем, а я курила втихаря. Ну, потому что у меня там внутри курить нельзя, ай-яй-яй. То есть все, что вы запрещаете, все будет жить внутри вас. А если у вас никто не курит, не пьет, как нанести? Дело не в том, что курит и не пьет, а дело в том, как... Но курить нельзя, это плохо. Если ты не куришь и спокойно относишься к тем, кто курит, если ты не пьешь, но спокойно относишься к тем, кто пьет, твои девочки будут делать свой выбор. Но если курить, это ужас. Девочка, курить, фу, потом целовать пепель несу, тогда она будет или курить, или она станет страшной ханжой. У меня была алкоголика. Это ужасно. Да, это обязательно. Тогда это проявится в виде какого-то... Но если она будет ханжой, то он будет пить или он будет... Ну, короче, мир вас заставит стать целостным. Все, закрыли эту тему. Спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо, что ты досмотрел этот мастер-класс до конца. Я уверена, что тебе понравился. Пожалуйста, поставь лайк. И я прошу тебя поделись этим видео. Пусть другие тоже получат доступ к такой ценной и классной информации. Я хочу показать тебе пару отзывов, которые есть у меня о групповом коучинге. Помнишь, я говорила на мастер-классе о силе, о результатах группового коучинга? Посмотри, это живые, настоящие ответы абсолютно живых, реальных людей, которые делятся теми невероятными трансформациями, которые с ними происходят. Посмотри, это будет очень недолго и очень интересно. И если вы разрешаете нам использовать это ваше видео как рекламу, то вы можете сказать вначале, что я разрешаю. Если вы не разрешаете, скажите, не разрешаю. Для нас это не проблема. Мы и так, и так благодарны вам за то, что вы сюда пришли и что вы это взяли. и так ваша обратная связь. Это может быть одно слово, одно предложение, это может быть что-то развернутое, так как вам это хорошо. У меня такое ощущение, что одна из задач души моей была прийти именно на этот сегодня мастер-класс и на этот курс. Такое у меня сейчас ощущение. Я шла к этому, вот, наблюдала, решала, думала, решалась и сделала. И это так круто. И где-то в небесной канцелярии я вижу, что там уже поставили галочку «Она смогла!» И супер! И я тебе очень-очень благодарна за то, что ты, Диана, появилась в моей жизни и за то, что я себе позволила это сделать. Спасибо большое. Спасибо, Ольга. Я тоже хочу сказать, можно пользоваться отзывом. я не планировала, то есть я не собирала финансов, не откладывала денег, но это всё появилось спасибо Всевышнему. Вот, ниоткуда, можно сказать, да, и курс мне подарили, я очень благодарна. И в такое тяжёлое время он меня просто исцелил, я почувствовала в себе уверенность, я возвращаюсь для своего сексуальность, и можно сказать, что это всё проходит настолько экологично и не, то есть я даже незаметно, но начали сбываться мои мечты, о которых я даже уже забыла, вот год спустя, вот именно во время курса я мечтала о Париже, я мечтала о доме Тиор, в этом году я уже там была снова-таки случайно, случайно, не случайно, и вторая моя мечта, которая в это тяжёлое время уже снова осуществилась, я только вспомнила, что я об этом мечтала год тому назад, вот буквально на следующей неделе я еду со знакомыми в Хорватию на яхтинг на одну неделю, то есть это была неизбыточная какая-то для меня мечта, но она уже осуществляется, и вот то есть только я учусь принимать себя, раньше я не принимала ни подарков судьбы, я это не замечала, сейчас я как наблюдатель понимаю, что всё возможно, невозможное возможно, вот главное открыть своё сердце, открыть свою душу и вернуть свою женскую сексуальность, поэтому благодарю, 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 и буду и дальше практиковать, спасибо. Спасибо. Я тоже хочу сказать, и мою обратную часть тоже можно применять в качестве рекомендации, мамы, в качестве советов девочкам, которые будут смотреть. Я хочу сказать, что я на этом коучинге почувствовала себя настолько наполненной, вот чувствую себя сейчас как полная чаша, столько много наслаждения, я почувствовала наслаждение в каждом движении, в том, что я делаю, в том, что я вижу, это такое удовольствие вот это ощущать, вот, у меня такое ощущение, что моя внутренняя женщина этим наслаждается, а мужчина все вокруг делает, и это так сладко, когда что-то делаешь, например, я не любила никогда готовить, я не понимала, ну, я готовила просто потому, что надо было, но сейчас на практиках так интересно произошло, у меня ощущение, что внутренний мужчина мой готовит, а женщина лежит и наблюдает, она кайфует, как вот в гареме, и это так было классно, и я поймала себя на этой мысли, что вот, когда я готовлю, вот, я, ну, руки делают как-то все это на автомате, а внутри такой кайф, моя женщина там внутри так кайфует, и мне понравилось, мне понравилось готовить для себя любимой и для всех, кто меня окружает, поэтому вот это вернулось, вот это сладкое чувство, сладкая наполненность, вот это именно наслаждение женское здесь, и техники, которые пробуждают еще и сексуальность, вот я почувствовала настолько огонь может быть внутри, и это не только желание первая-вторая чакра, да, это желание вот прочувствовать все вот это удовольствие и в сердце, и в мозге, столько техник, это просто божественность, и подарки, Диана, благодарю тебя, и благодарю девочек, с которыми я практиковалась, еще буду практиковаться, это невероятное богатство, благодарю, 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 ой, супер, спасибо. Я разрешаю воспользоваться этим отзывом, я скажу, не так много, но я скажу, вот то, что у меня отложилось очень за курс, то, что я воспользовалась супервипом, пакетом, я считаю, что я сделала все правильно, потому что я получила индивидуальную консультацию Дианы, я получила проработку своего собственного запроса, с которым я сюда пришла, мне очень, ну, как бы, вот знаете, говорю, мне же прям вот все внутри наполняется, вот такая у меня благодарность к этой женщине, она супертренер, она очень классный, душевный человек, и тема сексуальности раскрыта на сто процентов, и для меня это как золотой запас на всю оставшуюся жизнь, потому что все, что я осознала и поняла здесь, это, ну, это, я нигде такого не могла встретить, не прочитать, не осознать, потому что то образование, которое есть у самой Дианы, это, конечно, ну, как бы кладезь, и то, что она передает так мастерски, с таким азартом, с такой щедростью, я всем рекомендую пройти этот курс, вот, Диану я полюбила, я с ней теперь в долгую, и тема сексуальности, это просто супер для женщины, и такие открывают врата в такую роскошь, быть просто женщиной, и не просто женщиной, а счастливой женщиной, очень тебя ценю, Диана, пусть тебе сопутствует удача, изобилие и дальнейшее образование, спасибо, спасибо, Диана, девочки, теперь я хочу сказать, сейчас долго собирала слова, и на самом деле для меня самое главное, то, что я пришла в состояние такого обессиленности, мне было не то, что скучно, как-то все время плохо, а к концу курса все так опа, перевернулось, и мне теперь вкусно, просто было невкусно, а стало вкусно, вот два состояния, и это такое удивительное для меня открытие, что так можно, так бывает, потому что я занималась психологами, у меня вот эта штука уже была, и я очень часто переживала, что вроде я какие-то проблемы прорабатываю, а состояние, ну такое, а сейчас у меня появились силы жить, у меня появились силы понимать даже то, что я в другом курсе с Дианой, мы работали в гармоничных отношениях, у меня практики по-другому получаются, гораздо лучше, сильнее, и мне нравится, какая я, и мне нравится то, что я как будто стала плавнее, как будто стала кокетливее, и самое главное, я с удивлением узнала, что я королева, я стала догадываться на протяжении курса, когда пришел результат, теперь я поняла, что да, и я помню, как Дианта говорила нам, что ну, проявляется, мы полностью проявляемся, живем, и получаем удовольствие как женщины, когда мы понимаем, кто мы, и я так благодарна тебе за это, и вообще за все, что ты делала, за твою сессию, спасибо тебе большое, я вот искренне от всей души благодарна, я думаю, что я еще приду к тебе на курс со временем, но этот курс я еще точно буду делать долго, девочки, вы от меня тоже не отделаетесь, я надеюсь, что мы дальше будем вместе работать, я вас так всех люблю, у нас такая офигенная команда, атмосфера, все, отзыв можно использовать. Спасибо, было невкусно, стало вкусно. Я тоже хочу сказать, Дианочка, еще раз тебя поблагодарить после гармоничных отношений, после этого коучинга о сексуальности, хочу сказать тебе лично, что ты уникальная и бесценная, и это такой подарок для каждой из нас, кто встретил тебя, и тем более, кто приблизился к тебе, получить все, что ты хотела, войти вглубь себя и найти очень много внутри себя и в мире вокруг, ты проводишь нас к нашей сути, к нашей боли и научаешь нас тому, кто другое не смог бы нас научить, делаешь это с такой любовью и с такой глубиной, что мы перерождаемся и исцеляемся до самой глубины, и теперь у каждой из нас есть способ помочь себе в сложный момент, наполнить себя, понять, что такое энергия, и наполниться ею от пяточек и до макушки и выше, и столько знаний, сколько ты даешь в такой короткий срок, и с возможностью воспользоваться этими знаниями на практике, это как это что-то невероятное, даже не передай словами, я думаю, ты чувствуешь то, что я хочу сказать, то, что внутри, и ты открываешь для нас удивительный мир, и восприятие меняется этого мира, и переворачивается с ног на голову, это действительно как новая жизнь, которую ты нас провела, я тебе очень за это благодарна, и девочкам благодарна, очень рада знакомству, надеюсь, это дальше мы будем продолжать двигаться вместе, как мы продолжили с некоторыми девчонками, потому что остановиться после того, как ты нас научила, хочется быстрее, выше, сильнее, дальше, глубже, уже невозможно, это тоже благодаря тебе, спасибо большое, спасибо, спасибо, можно использовать, если нужно, благодарю тебя, да, я сейчас Диану хочется выразить просто глубочайшую благодарность, потому что этот коучинг, он у меня проходил совершенно по-другому, чем гармоничные отношения, он очень сильно отличался, и когда он начинался, я подумала, так мало занятий, что будет мало, и времени мало, но за этот коучинг у меня прошел очень большой жизненный период с множеством событий, и я безумно благодарна тому окружению, которое ты даришь, да, потому что меня было мало в чате, в этом коучинге, но девочки с гармоничных отношений, каждая ко мне зашла в личку, поинтересовалась, как у меня дела, как я, что происходит, и каждая поддержала за это огромнейшая благодарность, и это настолько ценный ресурс, который драгоценный. Спасибо вам, моя хорошая. Вот. И ты, Диана, такой мощный проводник, который ну вот прямая связь. спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо, Саша. Дианочка, я хочу выразить вам свою благодарность. Слушайте, я прошу прощения, я начала на «вы» опять и заканчиваю на «вы», потому что мы были на «ты». Это немножко волнение. Я хочу выразить благодарность тебе, милая, дорогая, действительно, ты была права, когда говорила, что каждая женщина, что она должна знать вообще в этой жизни, да, чему она должна обучиться. Это именно вот придя сюда, понять, прочувствовать, ощутить каждый день, каждую практику, каждую минуту, которую, ну, от которой мы чувствовали наполнение. я за себя говорю, я чувствовала наполнение, а я чувствовала это перерождение, я чувствовала, как моя взбалмошная девчонка превращается в девушку, в женщину, да, которая постепенно раскрывается, которая не боится своей сексуальности, которая принимает свою природу, которая принимает любую себя, да, это очень важно для каждой женщины. И я хочу сказать, что я шла за тобой, за твоими знаниями два года. То есть я делала практики, я была в эфирах. Кстати говоря, это так быстро, это время пролетело, и сейчас я тебе говорю лично тебе слова благодарности. Это удивительно, это просто чудо, это подарок, да, это пространство. оно наполнено невероятно, невероятно признательно тебе за то, что ты делаешь. Ты лучшая, ты единственная. Благодарю. Кстати, отзыв, да, можно сохранить. Спасибо, Санна Семеновна. Каждое ваше слово, оно попадает в мое сердце. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит два-три новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.